итак привет ребят я уже в кафе все моя лафа накрылась библиотеками по ходу дела там можно было хорошо грузить по ходу дела все закончилось все здесь библиотеки закрываются в Дании еще было нормально в этом плане там по крайней мере хоть там где-то без стульев где-то там еще в масках надо было библиотеку там хотя бы она открыта была а здесь можно заходить у нее без маски но видите где-то стульев нету а где-то сейчас вот библиотек вообще вчера был у меня такой прикол значит здесь вот местечка называется ломом посмотрите на карту где-то буквально рядышком вверх туда вот от мальме пошел закрыто все оказывается надо прямо на двери здесь есть телефон надо звонить она туда выходит значит значит на входе прям две двери одна две стеклянных двери и посередине там вот в пролете стоит стол перегороженный значит она вы звоните она кладет книжку потом ну выходит закрывает эти стекла потом открывает там пульта открывает вам дверь вы заходите берете книжку вообще не касание такого нет я просто офигел вот так что без маски ходить можно и заходить но не работает ничего и там такие ограничения вся телефон подхожу прям перевожу сразу с гугла google оставлю вот это на фото он сразу не переводит прямо буквально ну как я тебе друзья думаю все пользуюсь google переводчик хорошая очень тема там прям сразу любой язык вот так вот вставляешь телефон фото нажимаешь он сразу раз все переводит и все это без полива сейчас вообще в этом плане без проблем и все я перевел говорит там до 19 числа типа коронавирус нельзя касаться все остальное поэтому сейчас получается так что заходить нельзя значит мы тоже также я постучал я вначале не доперла звонить оказывает телефон написан где-то тут вначале не доперла постучала я говорю там пароль мне дайте она там извлека слушала потом бумажку мне принесла вот на этом столе оставила говорит я говорю можно зайти там нет 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 значит потом вышла потом нажала кнопку двери открылись я пошел пароль взял там стол стоял такой ну хоть комфортно а то на улице дождик идет спрашиваю можно я тут здесь хотя бы этот пароль то она нет нет выходить нельзя вот пароль берите и все я вышел с этим паролем там около компьютера постоял чуть-чуть попробовал оказывается там видно сеть берет только внутри поэтому снаружи ничего не берет и что интересно у меня этот макбук тоже видно погоду уже где-то плюс четыре плюс пять плюс шесть в общем он сразу замерзает и все даже его даже на улице не откроешь приходит где-то заходить или в автодом прогревать или заходить в этот как его кафе его отогревать компьютер поэтому тут такие вот проблемы вчера столкнулся так друзья слышно меня нормально напишите а так где-то стульев а где-то книг нет да 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 приветствую евгений привет алексис какая погода там сейчас в общем сейчас где-то плюс шесть градусов друзья вот такая погода такая жесткая но хотя бы хотя бы ливни нет это хорошо что ливни нет в германии тогда был самый жесть это когда были ливни вот когда было года где-то плюс пять еще посмотрите дождик льет такой холодный то вообще просто невозможно здесь хотя бы еще дождя нет сейчас я вам покажу вот видите тут сижу в комфортном кафе таком классном цветочки около меня такие классные тут видите у меня все заряжается друзья он полностью весь комплект сейчас полетал но увидите потом полетал здесь на дроне вот рядышко тут девчонки сидят вот так вот кафе такой комфортно очень приятно здесь в общем здесь я вот нахожусь вот видите сейчас вам сразу параллельно ролик гружу в общем компьютер даже видео не рендерит только когда электричество включено он вообще даже сразу садится моментально поэтому конечно сейчас я не знаю как у меня будет дальше обстановка буду думать что-то как-то делать потому что сейчас даже в общем замерзает компьютер сразу как ну показывает что нужно питание хотя он там заряжен можно половину 50 процентов вот и все его надо уже где-то в теплом помещении отогревать ставится зарядку и все поэтому сейчас конечно очень жестко так в плане вот именно какие-то закачки видео все остальное вчера вот зашел в кафешку с билотекой вай-фай был очень слабый даже что-то забыл думаю может они там подходят забыл сел ушел в компьютер там что-то грузить даже забыл что-то заказать она не подошла так-так просидел в итоге три часа вот так вот поэтому такие вот нюансы так друзья сейчас комментарии подключаю так привет из праги о приветствую приветствую какая так про погода я сказал друзья погода 6 градусов не очень приятны дневные стримы а ну друзья в общем если как кафе буду тогда в принципе я буду подключаться и все гляжу прям стримом хорошо пошли спасибо друзья друзья ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и смотрите стримов что-то гляжу прям хорошо пошло 5000 просмотров неожиданно даже вообще за одну ночь очень приятно ребят что интересно вам такая же вообще напишите вопрос какие вас интересует ребят я подскажу спасибо очень 10 лайков точнее 45 человек смотрит спасибо большое друзья так что ребята смотрите и какие-то просеки задавайте и в общем-то я буду продвигать чтобы пробовали так путешествовать конечно у меня такой вид путешествие не сильно может быть там нормально для кого-то потому что кому-то нужен там комфортная жизнь все остальное но по крайней мере ребят я хотя бы покажу тот вариант что можно путешествовать экономично с большим бюджетом и нормально жить вот хотя бы так потому что извините пожалуйста пока мы вам извините заработаем кучу бабок там и все остальное там потратим на это пол жизни или там десятки лет потому что куча бабок ты за два года не заработаешь воровать не будешь понятно вот а так это просто нужно кучу времени потратить что там что-то заработать поэтому ребят я пока не показываю вам как можно путешествовать чтобы вот так вот экономично и вообще по странам кататься, хоть сейчас и карантин нельзя, но что же делать, более-то выбрать сильно нету, раз я сюда попал, значит я здесь, извините, попробую здесь выжить что-то по максимуму, ну не то, что там прямо, что как-то там что-то выжимая, а просто сейчас Швеция для меня открытая, Швеция страна достаточно большая, кстати, сразу скажу, друзья, я здесь прямо уже сейчас сразу ощутил объем Швеции, вообще здесь так, ну, цены, кстати, здесь такие, даже где-то дешевле, чем в Дании, ну, какие-то моменты, вот, ощутил сейчас объем, здесь уже много, куча парковок разных, можно спокойно вставать, в общем, так вот, ну, выспаться нормально, около моря куча парковок бесплатных, вообще прям без проблем, когда я, как заехал, даже, я думаю, может, в Испании это не так, потому что в Испании как-то более все еще так, ну, уже монетизировано, потому что, видно, там тепло больше, здесь в Швеции более холодные страна, здесь вообще прям, буквально, вот даже едешь, там сразу этот, вот, парк Фонайт, вы когда открываете, там прям открываешь, сразу гляжу, там прям автодом нарисован, и сразу море, вот так вот, я там в таких вот, в таких местах люблю заезжать и снимать видео просто, на дроне полетать, вот, поэтому, конечно, здесь, прям в этом плане просто, я сейчас вот, только вот выехал буквально от этого Мальмёва, уже город Лоула называется, Лома, и прям вообще сказка полностью, вообще прям, выходишь туда за просторы, сегодня спал спокойно, на какой-то там парковке дикой, вот, в общем, такая вот жизнь такая бродячая, кстати, скажу сейчас по аккумулятору, конечно, не вот, Виктор написал, кто мне ставил, Вить, кстати, спасибо тебе большое, что ты мне поддерживаешь, подсказываешь, какие монеты, говорит, написал мне, говорит, Алексей, раз в два дня лучше, говорит, его заряжать, конечно, у меня там уже одно деление осталось, я не знаю, я сейчас, конечно, заряжу, я даже, видите, сейчас уже специально все сюда принес кафе, уже даже вообще, только там, ну, один пауэрбанк, у меня два пауэрбанка, один пауэрбанк оставил, чтобы он мне заряжался, потому что, когда, если, ребят, пауэрбанк вы не зарядили, это просто жесть, ночью просто у вас телефон может съесть, ну, или вообще в какой-нибудь поездке вот, сейчас, вот, например, смотрите, пока я сюда дошел, телефон, айфон, у меня был заряжен полностью, он там, сто процентов за ночь зарядился, там, я, кстати, кладу его к себе под одеяло, может, я с телефоном сплю, потому что, просто, когда он лежит на холоде, он просто разряжается, потому что, ну, когда я разогреваю автодом, то есть, вечером печь включаю, это нормально, а где-то часиком к пяти, четырем утра уже, в общем-то, ну, я так становится немножко, ну, я не включаю печку, так, вроде, под одеяло тепло, у меня одеяло такое толстое, вот, и когда все это есть, все разряжается полностью, и компьютер тоже разряжается, там, когда он лежит, да, свежий в воздухе, имеется в виду, ну, конечно, ну, MacBook с собой под кровать класть, то есть, под одеяло брать не будешь, вот так, но вот какие-то нюансы эти есть, и, получается, в этой зарядке, то есть, все разряжается, получается, вот, и, представьте, я сейчас вот только буквально вышел, вот, время еще там, у нас 12 дня, на 2 часа разница, я буквально только прогулялся немного, на роде полетал, у меня уже телефон 20%, вот, сейчас я его подзарядил специально, чтобы стрим с него провести вам, вот, а так вообще разряжается все моментально, особенно, ну, я считаю, на улице иду, у меня более 6 градусов, 5 градусов, вот, и, в общем-то, все буквально садится, поэтому я сейчас даже специально пауэрбанки вот эти заряжаю, чтобы хотя бы ночью они, я вечером мог там в интернете что-нибудь посидеть, посмотреть, что-нибудь там, подготовиться, какие-то нюансы, а так, конечно, все садится моментально, обязательно пауэрбанки надо заряжать, но сейчас вот я вот все вот это заряжать уже буду только где-то в кафе, потому что просто, ну, по ходу дела придется искать как-то электричество, чтобы просто зарядить аккумуляторы, здесь уже, конечно, наступает хлада, и еще, я думаю, я еще попал так, пока более-менее нормально, но по ходу дела, чем я выше сейчас буду подниматься, я сейчас еду в сторону Норвегии, вот, тем, конечно, у меня, наверное, будет все садиться, одним словом, так, сейчас, друзья, почитаю, что мы написали, так, привет, приветствую, добрый день, приветствую, день, отличный день, дневные стримы, хорошо, ребят, по возможности буду проводить, Леха, привет, Юра, Юрик, привет, Юра, дорогой, хорошо, что с полицией все обошлось, да, с полицией нормально все, кстати, друзья, комментарии писали, там кто-то говорит, как-то там можешь просроченный виз, ребят, у меня виза не просрочена, у меня дни пребывания, вот, ну, сейчас они заморожены, понимаете, сейчас, в принципе, никто более на это, я думаю, не смотрит, потому что в Испании там все продлили, у меня виза действующая до 22 года, ноября, шенгенская виза, французская, так что у меня она не просрочена, я показал визу сюда нормально, так что у меня кто-то написал, там, как там можно просроченные визы, у меня виза не просрочена, ребят, у меня все действующее, все, если, конечно, там будут мой паспорт кладывать, там, дни пребывания смотреть, вот там, да, уже, может быть, там, что-то они там начнут, я не знаю, но, опять же, в принципе, сейчас можно сказать, что, ребят, извините, коронавирус, вот, например, сейчас Юля сказал, что там какой-то знакомый, там, ну, наши там общие знакомые, там, какие-то там его друг, кто-то в моем возрасте от коронавируса, там, что-то, подружка там переболела очень сильно сейчас коронавирусом, я не так думаю, в России что-то болеть коронавирусом стали, мне вообще какие-то, я не пойму даже, что там происходит, вот, не знаю, вот, ну, понимаете, тут вообще можно, в принципе, все угодно, я думаю, сказать, там, если полиция даже остановит, просто, там, боюсь в Россию ехать, коронавирусом, ну, вот, ну, это как фантазирую, но, в принципе, вариантов есть, Сейчас все заморожено, сейчас никто на дни троивания, в общем-то, я думаю, смотреть сильно не будет. Если даже сильно будут, ну чё ж, ну, значит, так вот есть. А так, так что у меня, ребят, все действующее, у меня не вот этот прям, как это, делегал тут, фигачу там на автодоме, дверь. Ну, конечно, у меня виза действующая, поэтому все нормально. Так, так, Леха, привет, бродяга, Дима Цепков. Приветствую, Дима, приветствую, Тимон. Психология твоего гардероба. Ух ты, Алексей, а вы читали книгу Ла Гом? Ребят, тут не до конца написано, не понял, наверное, не читал. Как там Швеция, Тимон? Да отлично все, ребят, вот рассказываю про Швецию, давай телевидение. Алексей, и всем привет, Алексей, и всем привет. Приветствую, Кира, приветствую, проживаем, прожмемся лакось. Да, друзья, вы полайкайте тоже, стрим, полайкайте, лайки поставьте. Привет из Латвии, Андрей Соловьев, приветствую, приветствую, Андрей. Юра, ага, в Швеции ресторан открытый, я смотрю, ты в кафе сидишь, а то у нас в Германии все закрыто. Да-да, ребят, я пока, конечно, рад, что здесь хотя бы кафешки открыты. Ну, правда, прошел тут два кафе, они говорят, мы с 11, 11-11-30, я выехал сегодня часов в 10 пораньше. Вот, они, кстати, с утра попил кофе горячий, водичку горячую специально пью, потому что, конечно, блин, колотун пипец, вот так вот делаешь в автодоме. Ну, я специально с утра, пока солнца нету, не завожу эту печку, потому что, ну, иначе, блин, аккумулятор будет подсаживаться. А так, конечно, здесь свежо. Вот, зашел кафе, по крайней мере, ребят, мне еще везет, что кафе закрыто. Если, конечно, сейчас дальше с пандемией все это нахер закроется, это, конечно, будет жесть. Я вообще-то не представляю, где у меня Wi-Fi будет. Ну, правда, мне сказали уже, что Wi-Fi есть на ЖД-станциях, это везде было. В Германии тоже так же, вот, сказал один из подписчиков. И здесь, думаю, где-то будет, я буду искать. Но, если, конечно, здесь сейчас и все кафе закроют, и все бурдотеки закроют, это, конечно, будет жесть. Одни магазины останутся. Но, не знаю, надеюсь, что в Швеции это лояльно все. Я думаю, все-таки они здесь прям, ну, как в Испании, не прикроют полностью пребывание. И не будет такого, что вообще полностью будет воротка закрыта, и надо будет где-нибудь сидеть в одном месте и ничего не делать. Я думаю, здесь такого не будет. Вот. По крайней мере, друзья, мне один из подписчиков скинул один бесплатный кемпинг, где есть горячий душ, электричество даже бесплатное. Поэтому, если что, я куда-нибудь, я там около Стокгольма находится, куда-нибудь в ту сторону, где-нибудь там встану и буду какое-то время стоять. Ну, так-то вообще здесь, конечно, я думаю, в перспективе, я думаю, буду с кем-то, можно договариваться, где-нибудь просто подзарядиться или в кемпинг заезжать, просто чисто на день там подзарядиться за какие-то финансы или еще что-нибудь. Вот, как я понял, здесь вообще кэш не нужен. Вот, мне немножко, конечно, денег осталось, кэш именно шведских. А так, вообще, мне сказал, вот здесь сейчас, уже снял, друзья, одно интервью с Мальмем, скоро вы увидите на экране его, ну, по очереди, надойдет потихонечку. Вот, и он сказал мне, что здесь, говорит, 95% в Швеции, говорит, все без налов, одна карточка только, одни карточки, говорит. Даже, говорит, есть такие, говорит, места, где ты просто, говорит, вообще, если у тебя кэш, ты вообще ничего не заплачешь, только одни карточки. Поэтому здесь, конечно, все, говорит, уже, она такая страна уже, ну, скажем, монетизирована в плане безналичного расхода. В общем, все без кэша, все вообще без кэша. Здесь можно, говорит, даже, говорит, в туалет сходить, можно, говорит, рассчитаться, говорит, вообще без кэша, говорит, карточки, рассчитался, в туалет сходил, говорит, вот так вот. Поэтому сейчас здесь все уже по полной программе, вот, в общем, одним словом, кэш вообще полностью убирают. Он, конечно, еще есть, кэш. Мне вот дали на мосту сдачу в шведских кронах. Но уже от кэша избавляются, и его будет очень мало. Я вот сейчас кошель взял себе, там, 20 копеек на евро. В общем, ну, все, по карточке, пожалуйста, карточке пик. Все поднимается, все проходит вообще без проблем здесь, конечно. В этом плане супер, конечно. Просто Германия в этом плане очень хорошо, потому что в Германии там еще не везде они еще будут там с тобой ля-ля. Там везде кэш нужен. А здесь, конечно, просто супер. Так, 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 так. Лагом, это круто, Игорь. А, лагом, а, знаете, лагом, наверное, да? Ну, вот хорошее местечко очень. В Гетеборг поедешь. Да, Роман, сейчас я еду в Гетеборг. Птушкину привет передавайте. Ну, я думаю, вряд ли я сейчас здесь Птушкину увижу, потому что Птушкину же здесь давно был. Мы с мужем смотрим вас давно, и по-настоящему сейчас счастливо вываливается вот эта удовлетворенность, свобода и счастье. Да, друзья, я еще раз хочу, друзья, хочу еще раз добавить, ребят. Я вот сейчас еду, я просто, ребят, тащусь, понимаете, просто там коронакризисы все эти там, как там, что куда там, меня там пугают, там вдруг ты тут зарязишься, а ты тут один, куда ты там побежишь. Честно сказать, это все уже по мере поступления вопросов. Ну, страховка у меня есть, я уже говорил, медицинская страховка есть, в каких-то там, через эти ситуации, там на 30 тысяч долларов, евро, я застрахован, так что там, ну, я вообще, тем более, себе не думаю, как-то мозг себе не траховываю в этом плане. Вот, а так, друзья, вообще, я просто сегодня проснулся в новом месте, 500 метров от моря там встал на этой парковке, выхожу опять там с утра встал, кофе попил, иду вот там на велосипед к этому морю, там на дроне, вообще просто там свобода такая, кайф такое вот это ощущение, классное такое, там никто не трогает, бесплатные парковки ночью, еще надо никуда бежать, там что-то думать. Вообще, ребят, просто, ну, ощущение внутреннее просто супер, конечно, понятно, что холодно, понятно, что там какие-то минусов, может быть, большую тему плюсов в плане, там, бытовухи имеется в виду, но все равно, ничего страшного, со всеми можно жить, вот, видите, сейчас я здесь сижу, здесь у меня сейчас все заряжается, вон, сейчас видео рендерится, по крайней мере, для вас, вот сейчас вот одно видео выложу, сейчас у меня второе видео, друзья, уже начинается Дания, так что потихонечку я буду догонять, и видео постараюсь улучшать. Вчера, вот, например, уже скачал даже на телефон программу, называется, вот это iMo, и буду пробовать, может быть, если не получится на компьютере, потому что, кстати, друзья, вот вопросик один ко всем, ребят, если можно, напишите, пожалуйста, не могу никак найти информацию, для MacBook Pro, у меня MacBook Pro 15-го года, ну, вот, это 2015-го года, 5-5 лет ему, MacBook Pro, вообще, скажите, есть к нему PowerBands, я что-то не могу, я в интернете смотрю, вроде бы есть, здесь, вот, Мальме, вроде здоровый город, вот, пришел, там, ну, этот, Apple Store специально, 3 магазина там обошел специально, там, потерял 2 часа, чтобы, там, все эти магазины обойти, там, на велосипеде проехать, нигде нет PowerBankов, и нигде нет этого самбо, говорю, может, хотя бы зарядники есть, в YouTube посмотрел, какие зарядники есть, ну, где их брать, непонятно, вот, заказывать тоже мне адреса сейчас нет, ну, хотя я найду адрес, если нужно будет, пока я его хочу, может, Apple Store, даже дорогой, пусть, там, я хотел купить, дорогой даже, ничего нет вообще есть, к MacBook, вообще, хотя бы, эти, зарядники, которые, знаешь, как, втыкаются, это прикуриватель, вот, такие вот, может быть, есть хотя бы зарядник, потому, что, вообще, найти ничего не могу, потому, что, прям, компьютер садится на глазах, вообще, не хватает, конечно, это просто комфортной жизни сейчас, из-за него, конечно, меньше, в плане, потому, что, видите, все разряжается моментально, и даже, не знаю, вот, сейчас, как-то буду думать, PowerBank, я одно видео посмотрел, PowerBank есть, какой-то, на 30 тысяч, у меня на 20 есть, обычно, вот, это вот, как-то, такой вот, у меня на 20, вот, но он слабенький, как понимаю, малый, тут входов, входы, тебе, там, какой-то определенный вход нужен, вот, я бы, конечно, с удовольствием купил, там, на 30 или на 50, эти вообще, они есть, но пока, вот, я не знаю, вообще, напишите мне в комментариях, вон, что, видео, есть что-то на эту тему, или нет, потому, что, сейчас, вот, конечно, уже, ну, начинает комфорт мой немножко, из-за этого пошатываться, приходится кафе искать, ну, монтировать где-то кафе, там, рендерить, потому, что, ну, геморройно получается, из-за того, что, вот, просто электричества не хватает, вот, такой вот нюансик, так, ребят, давайте почитаем сейчас еще комментарии, так, 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 сейчас, ребят, найдем, так, Алексей, привет, рад, что в здравом состоянии, да нет, нормально все, конечно, нормально мозг соображает, ребят, я, конечно, сижу под наркотой, но я, в плане наркотой не такой, которая, кофе я люблю очень пить, я очень кофейный наркоман, кофе я сейчас пью только на молоке, даже на воде мне уже, вот, сейчас заказал на воде, потому, что сам дешевый, а так, ребят, у себя я пью только молоке, и молоко беру только 3,5%, Ну, правда, сейчас я со скидкой взял полтора процента, скидка 50 процента, поэтому он взял так в магазине. Вот, а так, конечно, ребят, я пью молоко, варю прям туда кофе в молоко, вот, варю его полностью, прям кофе получается просто супер. Поэтому я на таком вот посижу, мне очень нравится. Ну, тоже, опять же, две-три чашки в день выпиваешь, ты больше его просто не выпьешь. Так, Алексей, ага, шведские девчули симпатичные или страшные? Да, ребят, отличные девчонки, симпатичные, я вот хожу по городу, я не знаю, там, как там про европейок, там, про небо говорили. Ребят, очень симпатичные вообще молодежь, очень красивые, я наблюдаю, просто супер, гуляют, ну, разные, разные есть, опять же, как и в России, то же самое. Здесь тоже вот, вот сейчас девчонки, вот здесь я вот показывал, здесь сидят, вот, справа, за компьютером, тоже здесь сидят, вот, вот, тоже очень симпатичные, приятные, поэтому я ничего здесь не нахожу, очень классно. Так, привет от Кузьмича, покажи подробнее процесс заправки топлива, газа, воды, куда нажимать, а, да, кстати, вот, сейчас, ребят, сегодня видео выйдет, оно сейчас загружается, там прям я заказываю, показываю подробно, как я заправляю газ в Германии, да, вот, сегодня прям видео выйдет буквально, сегодня выйдет, прям в самом начале видео, вот это будет все показано, так что сейчас увидите, конечно, покажу. Так, Лагом, это книга про секреты шведские, а, да, 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 точно, Тушкин это говорил, про Лагом, ребят, ну, может, я куплю эту книжку, я, конечно, не знаю, читать и искать просто вообще некогда, тут столько впечатлений, я говорю, едешь прямо то туда, то это загрузить, то, то впечатлений просто, просто море, ребят, я говорю, просто, у меня день расписан, я говорю, что я тут, вроде я IT хотел освоить, вроде там немножко, ну, разобраться в интернете, вот там, MacBook, как там, правило, настраивать до конца, еще тут у меня всяких нюансов, просто тут не успеваю, вчера, например, два часа сижу, у меня уже, крыши едет, там, ну, мозгов, потому что столько информации всякой, там, это, вроде, хочется освоить, это, там, IT-систему, там, где хочется освоить, потихонечку, вот так вот, ну, просто, сейчас, тем более, все в интернете есть, я там ролики скачиваю, например, хотя бы прослушиваю, ну, просто не успеваю даже, столько всего, тем более, надо тут ехать еще, вроде, ночью ночью, думаешь, ну, здесь не останешься, надо дальше продвигаться, потому что сейчас холода будут, там, чем выше ты поедешь, там, снег еще выпадет, вот, поэтому, друзья, понимаете, впечатление просто море, ну, про Лагом я почитаю эту книжечку, по возможности, да, Путушкин тоже об этом говорил, по их стилю и в одежде, как они покупаются в водоемах, да, ага, кофе с утра и так далее, очень интересно, спасибо большое, психолог твоего гардероба, спасибо, Лагом обязательно прочитаю, привет, Леша, ты смотрел эту карту, что тебе, Сережа, да, Сережа, я там ее, сейчас еще, надо зарегистрироваться до конца, я пока ее загрузил, просто такая ситуация, у меня тоже гемородичка, я предложение загружаю только Wi-Fi, там, например, когда я его сделал, там он говорит, спрашивает, когда его загрузить, сейчас или по Wi-Fi, я загружаю только по Wi-Fi, ну, чтобы просто интернет не тратить, у меня интернета, ребят, на 20 евро вообще не хватает даже на полмесяца, вот сейчас он мне уже пишет, что за этот месяц я уже должен 40, вот, а сейчас еще я вот, если не Wi-Fi сижу, в общем, у меня сейчас месяц получается где-то евро в 50, только я отдаю за Wi-Fi, вот за эту карточку, просто он мне дополнительно списывает там 0,005 за мегабайт списывает меня, поэтому, видите, у меня просто его не хватает, поэтому я ищу какие-то сим-карты, которые вот можно использовать, потому что просто интернета не хватает, я поэтому стараюсь какие-то вещи по возможности загружать только через Wi-Fi, например, оставляю это приложение, там, когда я Wi-Fi закажусь, они автоматически все залетают туда, вот так, поэтому вот такая вот система, так, Сережа, я попозже все сделаю, сейчас времечко будет, так, кэш будет всегда, неужто любители парших женщин платят карточкой, да, ребята, я думаю, сейчас уже и карточка все будет платить, сейчас уже все, это как называется, легализуется все уже, проституция легализуется, все это уже, по-моему, потихонечку делают, в Германии вон эти бассейны есть, мне же несколько человек, я просто в видео, ну, они не будут рассказывать, в видео рассказывают, там, ходят в эти бассейны, там, 50 евро в ход, плачешь, там, заходишь туда, там тебе, это как называется, шведский стол, кушаешь все остальное, там, в общем, там, 50 евро еще полчаса стоит, так, что эти все, эти все вещи, в Германии эти есть, там, этих саун куча просто, вот, там, один, ну, несколько, там, с кем я встречаюсь, ну, они в видео, друзья, к сожалению, вообще даже, от интервью вообще отказались, так, что просто, ну, как вот, как это, мушки и беседы называются, так, вот, так, что все, все, это уже есть, все это, там, это легализовано, платишь деньги, заходишь, там, в бассейне купаешься, вот, и там проблем никаких вообще нет, так, что, там, не обязательно кэшем было, там уже все по карточкам давно, так, что все это уже прошлый век, это уже не повлияет никакой, там, западших женщин, все остальное, так, дело в том, что немцы не хотят избавляться от кэша, они против электронных денег, но я слышал об этом, слышал об этом, ну, не знаю, ребят, тут сейчас мы на это не повлияем, если, извините, команду дадут, то это все сделают и никаких проблем не будет, но я не думаю, что это будет завтра, это будет, может, через какое-то время, так, давайте Леху лайкаем, поддержим, да, друзья, если можно, лайкосами, ох, ребят, у нас уже 114 человек смотрят, очень приятно, ребят, все-таки, значит, не все работают днем, да, как понимаю, значит, это классно, что не все работают так, вот, 43 лайка, ребят, спасибо, ребят, за лайки, так, Тимон, новый макбук, очень экономичный, только стоит, ну, да, вот, новый макбук, ребят, я знаю, у меня вообще, ребят, я вот сейчас последнее видео, вообще геморрой просто был, я говорю, 40-минутное видео, он мне даже срендерить не может уже, понимаете, он, ну, слабенький, у меня самый простой, у меня португальский, в общем, у кого я его брал, я его брал бэушный, у Нижнегорода в 17-м году за 60 тысяч рублей, 60 тысяч рублей, это тогда было где-то 800 евро, вот так, ну, в принципе, цена хорошая, ну, вроде он свеженький достаточно, но он слабенький, 128, вот, он мне сказал, что тебе, говорит, вроде хватит на первое время, вот так нормально все будет, в принципе, сейчас его еще хватает, но какие-то чуть-чуть видео там, 4К, ребят, я вообще не могу монтировать, я раз, как на нем монтировал, 4К вообще сюда бесполезно, он даже просто там все вот так вот дребезжит, там, ну, это, надо, MacBook просто мощнее, у меня есть камеры 4К, вот, я с удовольствием там снимал, там, на GoPro, там, 4К, дрон у меня 2.7К, в общем-то, Mavic Mini, все можно было, ну, у меня компьютер просто слабый, поэтому пока просто я в этом качестве не могу ничего даже монтировать, поэтому, а смысл-то снимать, если монтировать не можешь, поэтому я монтирую только 1080, а так, конечно, ребят, да, сейчас, извините, купить, если там мощнее, ну, извините, полторы тысячи надо еще заработать, вот, сейчас, к сожалению, я пока вот еще, сейчас у меня уже финиш подходит опять к моим последним заработкам, поэтому мне сейчас нужно будет уже где-то искать новые возможности, где можно заработать денежку, вот, ну, соответственно, настройки, ребят, пока других вариантов у меня нету, поэтому, конечно, все, куплю и новый MacBook на Mac нет, но есть переходники, ага, Leon, переходники, ну, ребят, напишите подробнее, если возможно, Сергей, привет, за дороги налог платить надо, Саша, за дороги, какой налог, ребят, в Швеции дороги бесплатные, я не пойму, какой налог, да, в этом самого Норвегию, если вдруг я заеду, опять же, не знаю, пока там полиция стоит, не знаю, там я, конечно, буду платить за дороги, не вопрос, а какой налог платить надо, я не пойму, вы о чем, Саша, напишите, Саша, Света, подробнее, в Швеции вам понравилось, ребят, пока просто балдеет, да, пока просто очень нравится здесь все комфортно, классно, вот, в общем-то, еду дальше, пока все очень комфортно, А в Испании когда? В Испанию. А, Антон, приветик. Ребят, быстрее всего в январе поеду, наверное, в Испанию. Плюс-минус. Вот мне там прописку нужно будет продлевать. Быстрее всего, наверное, в январе поеду. Опять же, если не закроют ее. Если сейчас там опять поставить всех на этот жесткий карантин, где там штраф 600 евро. Вот на этот, когда сидеть и можно только в магазин выйти. Конечно, я туда вообще соваться не буду, потому что нет смысла. Там тогда я не продлить-то ничего не смогу. Никакую прописку. Только если онлайн, потому что там пускать никуда не будет. Антон Кэм в Истокгольме. Нет, Антон, пока я еще мольмем. И смотрите, как, ребят, я по карте поеду вверх в Норвегию. Если в Норвегию получится, я заеду. Если не получится, соответственно, я поеду дальше вверх по Швеции. И вот там уже буквально до холодов. Где-то я там остановлюсь. У меня там есть один подписчик, он живет в самом верху, с Финляндией. Быстрее всего туда не доеду, потому что он мне сказал, что там уже снег выпадает. Там уже погода такая. Вот вчера мне Юля сказал, что уже в Казани снег выпал. Ну так вот, как выпадает, видно, тает еще. Поэтому быстрее всего до снега я туда прям в самые холода, конечно, я не поеду, потому что холодно просто будет ночевать. И где-то вообще я развернусь, тогда, не знаю, в Финляндию у меня вылетит или не вылетит, непонятно как. И поеду быстрее всего вниз в сторону Стокгольма. Вот так вот буду спускаться уже. Ну и, соответственно, такой просто круг у меня будет по Стокгольму. Если я никуда не заеду, ни в Норвегию, ни в Финляндию, то получается, они сейчас закрыты, говорит, посты везде стоят. Ну вот, получается, я вернусь обратно в Стокгольм, потом опять в Мольмё, и уже там, может быть, будут двигаться опять там через все пути. У меня, видите, обратно дорога где-то минимум 500 евро выйдет даже, то есть от Швеции до Испании. Поэтому мне надо будет еще где-то остановиться на какое-то время, заработать денег, вот там где-нибудь настройки, чтобы мне, извините, хватило на бюджет. Поэтому мне так, не так все просто, ребята, не так все быстро. Видите, тут надо как где-то встать, пойти поработать, потом дальше ехать, вот. Так, если что, звони, Серега. А, Серега, конечно, Сереж, все, у нас контакты есть. Так, дальше. Женя Кудерич на природе. Ага, Леша, приветствую. Жень, приветик, приветик, рад видеть. С кем-то общались уже из иммигрантов? Да, вот у меня, говорю, первое интервью уже было, зовут Максим. Вот, ну, ребята, оно выйдет позже, потому что, к сожалению, я не могу очень быстро все делать. Я говорю, что с загрузкой видео, с электричеством, ну вот, с интернетом, просто жопа, извините за рожение, за мой французский. Просто, ну, геморрой. Вот сейчас, вот видео сейчас уже, вот с вами стрим начали, 26 минут. Вот, видео я запустил еще, рендерится, еще на 20 минут раньше. Вот, смотрите, что у меня, вот, смотрите, сколько сделалось всего лишь. Вот, я покажу даже, видите, вот она. Видите, он только еще, еще даже 30% нет, видите, он как рендерится. Так что, очень долго. Ну, правда, у меня видео делал где-то полчасовые примерно, и там они где-то 4-5 днегов получаются. Вот, поэтому, видите, все, извините, все очень долго. Компьютер у меня вообще сейчас, ребята, так скажем, ну, такой, очень теплый, этим словом. Телефон тоже сейчас горячий, потому что по нему вот стрим проходит. Так что, все такое загруженное. Так, уже 44. А, да-да, ребят, спасибо за лайки, ребят. 161 лайк, ребят, спасибо большое, очень классно. Так, новичок уже, ага. Озвучь теплис. Да-да-да, да-да, да-да, ребят, 44 лайка. Ой, сейчас 63 уже лайка, ребят. Если можно, ребят, давайте, может, сегодня до 100 лайков дотянем. Вот 120 человек нас смотрит, может, каждый по лайку поставит, и будет классно. Так, Алексей, удачи во всем, не меняй взглядов на жизнь, твой образ жизни, мечта завистников. Ох! Ха-ха-ха-ха, классно написано. Ибзи, мечта завистников. Ребят, ну реально, ребят, я не знаю, я думаю, что, ребят, путешествовать можно так каждый, проблем нет. Ну, сейчас, понятно, с границами, да, сейчас там сложно заехать. А так, ребят, я говорю, что простой способ, друзья, прилетайте, там, какую-то денежку с тобой возьмите, конечно, без денег, просто нельзя. Купите вон автодом за 5-10 тысяч евро, у кого-то сколько есть, соответственно, у кого-то сколько руки просто есть. И просто там его на этих местных номерах оставить, можно там, у кого-то в Литве, там цены более-менее дешевые, в Литве просто договоритесь, там, у кого будете брать, что, там, давайте мы там будем за штрафы, за все остальное платить. Я думаю, можно договориться, там, у них в Литве не очень богатые люди, ну, есть, конечно, богатые, понятно, но на эту тему можно найти тех, кто просто, там, кому-то будет платить денежку или найдете знакомых, поставить просто учет на литовский, и за нормальные деньги будут, потому что если растамаживать на Литву, там, или на Россию, то есть на Белоруссию, или на Россию, или на Украину, это будет очень дорого. А так, ну, литовский химрак, он как Максим сделал Суханов Сделайте, садитесь в автодом, и, пожалуйста, ребята Можете кататься там, ну, где угодно Опять же, надо, конечно, сейчас не самое лучшее время Я выбрал, понятно, сейчас границы всякие А так-то вообще, Европа свободная Если даже вы там, подождите, просрочите все там И визы, и пребывание, и все остальное Ну, как, опять же, понятно, до первого контроля Да, но с другой стороны, ребят, я говорю, что Я уже куча времени ездил Меня ни разу никто нигде не проверял Ну, и, соответственно, вы ничего не нарушаете Есть, конечно, там аварии, может быть, еще что-то, да А так, ребят, по крайней мере, на первые три месяца хватит А все остальное будет уже тихонько передвигаться Или, как Макс, где-то в одном месте жить в Испании Или где-то проехать Европу, там, где-то остановиться Еще без проблем, даже без всяких там Выезжей, без всего остального Да, риски есть, ребят, риски есть, я согласен Но все равно это все делать можно Понятно, что да, тут вам контроль остановит Тут это остановит Ну, ребят, а какие еще варианты? Какие, извините, если я хочу кататься, если мне нравится Европа Если я хочу путешествовать, какие еще варианты, извините Ну, по России понятно Мы там, кто у кого выросли, если гражданство Проблем нет, там можно где угодно кататься Но там другой совсем колорит Вот, и зима другая А здесь, извините, зима лояльная Вот здесь, если я сейчас выше подниматься не буду Здесь, в принципе, везде вот Где я сейчас нахожу, смотри, здесь даже снега нет Он, говорит, выпадает очень редко Здесь снега, говорит, вообще нету Вот, поэтому здесь и другой совсем Поэтому, ребят, все это сделать можно Просто надо, ну, что-то для этого делать Делать там, ну, понятно Я купил там дорогой автодом Там мне 44 тысячи евро за него заплатилось Понятно, сейчас он уже гораздо дешевле стоит Ему уже 9 лет, а брал, а его было 5 Вот, ну, можно купить, извините, за 20 У кого сколько есть Вот, так что, я, например, ребят Вот, насколько я вот рассказывал Я говорю, что я путешествовал в свое время Там, ну, на лековой машине даже Я кучу денег тоже тратил Мне вообще надо было чуть до этого года за два купить автодом Чтобы просто эти деньги даже не потратить Я там по 120 евро где-то в день По 100-120 евро в день тратил Знаете, годами Когда мы с женой там пришлось По 7 лет, по 10 месяцев По 7 месяцев Вот, я тратил просто кататься на машине Там, вот, ночевать в отелях По Европе, по Америке Вот, так, вот Так, тогда вот даже так тратил А кто-то, извините Вот, мой приятель, например, взял себе И купил квартиру Вот, ну, у него квартира есть Вот, стены Я вот не купил себе стены Лишние Вот, я, например, путешествие вкладывал Вот, поэтому, ребята Это просто у каждого выбор свой Да, понятно, там, вроде бы Там, что-то хочется купить Все остальное Но, ребята, извините Я вот Ни капли не жалею Что я там, что-то там Какую-то квартиру лишнюю себе не купил Когда зарабатывал там А, например, там Потратил ее на путешествие Там, постоянно там Северную Америку Я уже говорил Там, три месяца мы были И посетили там Тридцать штатов почти Вот так Поэтому Южную Америку то же самое То я тоже Немаленькие деньги подавил Я вот, я счастлив И я ни капли не жалею Знаете, что я такие деньги вот оставил Что мы там с Юлей все посетили А кто-то, да Кому-то что-то Поэтому сейчас можно, ребят Можно Извините, там Если жилье какое-то есть Можно даже И продать ничего страшного не будет А то вы эти Два-три года Там сколько будете жить Вы посмотрите Всю Европу Ну, я не говорю Там надо спускать Там на отеле А просто Купить автодом И просто так экономично ездить Вы, может, несколько лет Будете на это ездить Понимаете Это будут самые лучшие годы Вашей жизни Я даже уверен Полно, что это будут Самые лучшие годы Вашей жизни Самые лучшие годы Потому что по-другому Просто все так Серенько Неинтересно Тут работаешь Две недели отдыхаешь И за две недели Ничего не понятно Мне какой-то комментарий Написали же, ребят Я давно, по-моему, даже его читал Парень какой-то пишет Он, по-моему, с России Говорит Я, говорит, жил Поехал, говорит В одну сторону Три месяца, говорит Жил на пляже На Тенерифе Три месяца, говорит Там жил, говорит В палатке на пляже Говорит, типа, там вот Ночевал И, говорит Это три месяца Были самые счастливые дни Вообще В моей жизни Понимаете Парень написал комментарий Какой-то Вот так, ребят Я говорю Что эти впечатления Понятно Есть там плюсы-минус Какие-то там Что-то Где-то комфортов Где-то там Еще что-то Вам будет не хватать Но, все равно, ребят Это все есть Понимаете Это все кайфово Да, какие-то минусы есть Где-то там Что-то, извините Там Воды не хватило Или еще там Электричество Еще какие-то Я испытываю А так, ребят В принципе, все кайфово Остальное Так-то Энергия свежая Я балдею от образа жизни Вот так вот Еду на автодоме Просто тащусь, ребят Просто тащусь Да, есть какие-то нюансы Но ничего страшного Вот Зато, все равно Позитивная энергия Вот эта такая Свежая энергия Такая новизна Она тут прихлестывает Она прихлестывает просто Она просто такая Прям прет Супер просто Я еду на велосипеде Тут смотрю на эти домишки Интересные Все остальное Просто классно Ребят Поэтому Супер Вот Так, сейчас почитаю Что бы еще написали Так 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 Испания уже А, уже закрыто, Антон Да, серьезно, что ли? Не, ну в смысле закрыто Как? Пока-то ходить там еще можно Граница закрыта Это понятно Там уже закрыли все Согласен, да Так, сейчас Алексей, удачи Выглядов на жизнь Ага, понятно Так Средний чек за обед какой? Сейчас, ребят Я на ресторане не обедал Поэтому даже не знаю В этом плане, извините Надо писать тем Кто путешествует Дорого, ребят Я в ресторане не обедаю Понимаете? Поэтому я только Покупаю в магазине продукты Вот И кушаю, извините В автодоме Вот Ну или там что-то Купился там Вайт-булочку Тебе там С кофем Простым Поэтому у меня Средний чек за продукт Выходит там 5-7 евро Ну 10 евро Вот так вот Это в магазине Я не обедаю Поэтому за обед, ребят Это кому-нибудь другому Пишите Кто дорого путешествует Поэтому я не знаю А может вы нашли себе Компаньона Вместе веселее? Да нет Я несколько дней путешествую С одним подписчиком Вот Ну Два дня где-то было, по-моему Нет, ребят Тут сложно кого-то найти Извините Потому что просто Ну У людей нет такого графика Свободного жизни Чтобы вот так вот кататься Так, Испанию Ага, поднято, Антон Антон, ну пока, по-моему, границы Только закрыты в Испании Я думаю, что ходить там можно Так что там просто Границы, может, закрыли уже Да Много мигрантов Нет, ребят Никого здесь больно не вижу Не знаю Вот вчера пил кофе В комнату кафешки Зашел в Мальме Афганец был Вот А здесь Афганистана очень много Поэтому Больше никого не вижу Чтоб там по улице кто-то слонялся Никого нет такого Ля Живот болит Кот умный Живот Да нет, у меня не болит Ничего А группа параванеров Есть же люди Живущие в Скандинавии Хотят встретиться Да-да, Галина Я уже написал Владимиру Да-да Мы списываемся Там еще у меня знакомые есть Конечно Конечно есть Я думаю, доеду 60 А, вот, ребят Уже 86 лайков Ребят, давайте мы уже дотянем До 100 лайков-то Попробуем Отлично Елена Конранова Ага В Испании Прописку не надо продлевать Если вы прописаны То вас никто и не может Выписать Нет, нет Лен, какая ситуация У меня прописка уже 2 года У меня 2 года будет Вот в феврале В начале февраля Мне просто Там, какая у них Ньюсорг Там 2 года И вот через 2 года Нужно обязательно прийти И продлить Что ты там живешь Еще на 1 год Чтобы по оседлости Вот мне поэтому Надо приехать туда будет Это тот вариант Нельзя никак по-другому сделать Так Испания закрыта для туристов Ну, понятно Что она закрыта для туристов Это тут ясно и так Надо, если вы не карточной На 5 лет Надо, если вы не карточной Карточкой На 5 лет Ага, Антон Так, не знаю О чем ты написал По поводу Испании Наверное, что-то Но я не понял Владимир Леха, как ведут себя Новые аккумуляторы В автодоме Владимир, приветствую Да так отлично все идет Так-то они пока держат У меня, говорю Одно деление сейчас осталось Я надеюсь, что все-таки У меня Ну, как говорится Где-нибудь сейчас подзаряжусь Подзаряжусь Вот, а так-то Так отлично Пока вот все я заряжаю Даже бывает Ну, больше уже компьютера Я не заряжаю Потому что у меня уже села Надо все равно, ребят Чтобы они держались Более-менее Надо все равно Где-то подзаряжать Вот Я, конечно, сейчас Ну, не знаю Как получится у меня Если, конечно, я сейчас Ничего не найду Электричество Придется, конечно, мне их просаживать Не знаю Пока-то вообще все супер Они, конечно, хватает Они, ну, вот Печка включается Я уже забыл Печку включаю Уже забыл Все такое Когда у меня все отрубается Вот Душ я спокойно принимаю Там два раза в день Вот по этому принципу Вообще проблем нету Вот Ну, сейчас буду дальше Их тестировать Потому что, видите, сейчас Если никакого электричества найду Я же не буду там Из-за этого где-то останавливаться Специально там Там платить там 20 евро за кемпинг Или еще что-нибудь Если где-то там Пустят на 2-3 часа Например, подзарядиться За какой-то денег Там 5-7 евро Я, конечно, соглашусь Вот так А если, конечно, сейчас Где-то я буду тыкаться И скажут там Давай вставай к нам Потом еще платят отдельно За электричество Вот, конечно, мне это не нужно Поэтому Ага Вы потом Походу мелко в закон Ага Так, как погода Ну, погода, ребята, говорят 6 градусов 5-6 градусов сейчас Плюс Бывает плюс 7 Вот так вот Так, какую профессию в IT Вы будете Так, профессию в IT Да, ребят Я вот хочу вообще сейчас Попробовать войти В искусственный интеллект Ну, так пытаюсь Вот это Вот, поэтому так пытаюсь Эту информацию Так чуть-чуть немножко Мне просто даже само не нравится Очень интересно Ну, ребят Очень все сложно И для меня, скажем так Когда я в этой теме Не был там до этого Это очень сложно Поэтому, конечно, я сейчас Ну, на это время просто Время, к сожалению У меня просто не так много в день Чтобы там, извините Мне там глубоко войти В какую-нибудь тему Поэтому так я просто Так потихонечку пытаюсь О, ребят Спасибо большое 107 лайков, ребят 107 лайков Давайте попробуем дотянуть До 150, ребят Поставьте лайки Кто смотрит Уже 200 человек почти смотрят стрим Так Так Проверок много на дорогах? Да нет никого Вообще Вот еду спокойно на дорогах Никого не вижу вообще Полиции вообще нету Поэтому никаких проверок нет Вы берегите себя В эго-тур В путешествии Это не означает Запускать себя Летом Вы был намного свежее Стремительно Стареете От неухоженности Вы немного Зарабатываете Денежек И немного Да, ребят Это понятно Конечно, у меня есть стрессы Это нормальные вещи Но, к сожалению, ребят Пока я здесь не вижу Где что А сесть мне тут, извините Пока я, может быть, в Испанию поеду Там, конечно, какое-то время Посижу нормально Ну, там, какое-то просто Два-три месяца В месяц посижу Или там Юля приедет Но пока, к сожалению Здесь я не вижу Этого местечка У меня вот есть сейчас Пописчики у меня Там в Финляндии, например Там у них тоже Вот Своё место Они ждут Но, извините, мне надо К этим местам ещё доехать Вот, где-то более-менее есть Так просто вот здесь где-то остановиться И там осесть Это посидеть Это очень так достаточно Не знаю Дорого будет в отеле Я не могу сидеть Поэтому, извините, к сожалению Понятно, что Старая вещь Ну, что, знаешь Где-то остановлюсь И Восстановлю себя Одним словом На одном месте-то буду Ну, это будет чуть-чуть позже, значит Пока, к сожалению Пока просто путешествую Пока возможно здесь Так Золотые слова, Алексей Спасибо, Кира Айти за груз Чек Айти за груз Чик Настройки Ага Понятно, спасибо Это хорошо, что в Голландии Можно найти работу нелегалом Как с этим в Швеции В Швеции, ребят Пока у меня только один контакт В Стокгольме Но мне надо туда ещё доехать Вот Поэтому я поеду ещё попозже Вот так вот Я вокруг хочу проехаться Вообще у меня, конечно Вопрос ещё к Норвегии Там тоже у меня кое-что Номерчики есть Но Норвегию, я не знаю Пусть меня или не пустят Но, по крайней мере, я в ту сторону поеду А там уже ближе к теме посмотрим Я думаю, если туда заеду То, значит, и в Норвегии ещё поищу А как вы так свободно перемещаетесь Я там, где хоккей Да, ребят, я уже говорю Я просто еду и всё У меня, говорю, виза У меня виза Действующая, пятилетняя Вот, Шенгенская Я же говорю Вот, просто еду И просто еду и всё Сейчас какие-то сроки У каких-то там что-то всё Заморожено, понимаете Сейчас никто более сильно не сможет Я говорю, это не Россия В России до меня там уже каждый, извините Полицейский, наверное, докопался, блин Да, мозг мне дотрахал Что-то здесь как Что там, визы, режимы Всё остальное Здесь просто никто не стоит, ребят Здесь никто на дорогах не стоит вообще Если я ничего не нарушаю Я здесь никому не нужен Я уже сто раз говорил Если вы ничего не нарушаете Вы никому здесь более не нужны Вот, если вы нормально Спокойно едете Не превышаете У вас ничего Вы, как говорится Не фоните Одним словом Вот так, не фоните Пьяные не ходите Ничего у вас там нигде Ничего такого нет Вы здесь никому не нужны В город на авто-доме Я не заезжаю Ну, правда, вчера через Мальме Преехал по берегу Потому что там дорогу навигатор показал мне а так я вообще стараюсь день с краешку встал больно сильно незаметно на велосипед 357 километров до города там сколько там выйдет вот самокат мне сейчас не работает кстати спасибо большое что написали вот какой-то бескамерный резин ребят напишите подробнее вообще я просто не смотрел информацию мне опять заднее колесо не работает самокате на самокате конечно комфортнее ездить правда сейчас мне кажется самокат уже вообще не актуален потому что просто его надо заряжать а в автодоме его заряжать не могу он такой мощный блин много хочет а сейчас у меня с электричеством просто проблема вот но все равно я сделаю норбец бескамерное колесо чтобы просто по комфорте было хотя может весной или как получится ой да спасибо 120 лайков уже классно вот поэтому видите вот так вот привет куда едешь дальше ну я сейчас еду в сторону норвегии ребята по этому берегу еду прям посмотреть там город по моему как город называется уже забыл в общем я еду вверх вот от мальмё ставить на как мальмё и еду вверх сторону норвегию туда в сторону осло вот там вот где-то где там 500 километров примерно я сейчас туда вот еду а там будет видно уже за многие люди немногие люди сейчас счастливы а догман спасибо большое спасибо догман сделайте более приятный привал чтобы восстановиться выглядите запущено ну ребят к сожалению да я сейчас где-то у меня даже свечи уже накопились это постираться видеть просто неудобно я то не могу найти вот эти ложь сервис это они где-то находится далеко вот то там не просто неудобно к ним ехать например там просто приходится на велосипеде все это дело вести потому что к ним не подъедешь нифига потому что кемпинг заезжаешь я уже пробовал кемпинги они говорят извините вот вставайте к нам если встанете к нам тогда еще за дополнительный золот постираете а если не встаете к нам за 25 евро нашлик то извините идите нахер отсюда вот и все это ну несколько кемпинга так посетил поэтому у них там все сложно как и с туалетами и как и заливкой воды И говорит, если встаете на сутки, тогда, пожалуйста, вот вам стирайтесь. А не встаете, идите нахер. Поэтому, не видите, ребят, надо где-то обязательно встать на каком-то месте, ну, вот там, нормальном. И где-то увидеть, вот я просто в парке Фурнайт смотрю, они везде попадаются. Или вот этот ландера, как называется, ландера автомат увидеть, вот это все там, где вот этот. Чтобы просто я недалеко был. И где-нибудь это какой-нибудь, может, небольшой деревушке. А видите, небольших деревушек, чаще всего, их нету. Они есть только в городе. А в городе, видите, там, с подъездом сложно. Мне просто там сумку мою там с вещами не хочется, там, 5 километров на велосипеде переть. Вот эти нюансы есть. Бывает, где-то я видел на заправках. Бывает, там, то проскочишь, то еще где-нибудь там, то или заправка находится. Там тоже на заправке стоять не будешь сидеть, 3 часа, пока вы там постираетесь. А потом еще надо сушить все это дело. Это тоже надо. 3-4 часа, ребят, надо этого времени отдать. Это как минимум. Потому что, ну, я уже стирался. Вот это так, надо на это прям, ну, полдня, в общем, надо этому делу просто отдать. То есть пока там, там еще очередь может быть. Я вот тогда, помню, постирался, у меня вещи мокрые лежат, а сушка занята. Ребят, извините, там, 5 человек при мне там сушились. Вот, поэтому, видите, сушка занята. Я вот сейчас стоял с этим мокрыми вещами вот здесь. Вот там, пока там они просушились какое-то время, там, полчаса прошло. Я потом только все туда закинул и сушиться стал. Понимаете, это все такое тоже, ну, тут это все общее. Народу тоже много достаточно. Леша, я работаю ландшафтным дизайнером, езжу на бульдозере. Как думаете, я до Испании на бульдозере доехал? Да, конечно, доедете, господи. Ну, попробуйте здесь, конечно, вас на границе пустят на бульдозере. Так-то не проблема, будете просто медленно ехать. Ну, на бульдозере, я думаю, за 2 года доедете. 2 года, потому что будете ехать потихоньку. Ну, вот, нормально. Так, Солбецкий новичок, удачи. Ага, Александр, раз, слушай, Алексей, привет. Александр, приветствую. Есть 100 лайков, да, ребят, спасибо большое за лайки. Надо сделать 165 лайков. Хорошо, ребят, давайте лайкайте, очень приятно, ребят. Классно. Ты не рассказал, что у тебя сломалось и как сделал. А, ребят, так я же видео показывал. Мне Виктор, Виктор помог сделать, там проверил, у меня просто предохранитель сгорел. Где вот аккумуляторы стоят у меня, тяговые. У меня просто сгорел предохранитель на 50. Он мне поставил за 25. Просто 50 мы не нашли, где там у него деревушка маленькая, вот этот бат, как называется, бат. Забыл название, рам, где вот Виктор живет. Вот, он мне просто поставил предохранитель на 25 ватт и все. Вот, там так нужно на 50, вот, ну и на 50 не дождались. Мы, понятно, сейчас у меня все работает, просто, просто сгорел предохранитель. Поэтому системный блок, он просто не стал работать из-за предохранителя. Вот, видите, ну, перегорают они. Видите, я там постоянно щелкаю, вот так, у меня же аккумуляторы севшие были. Постоянно щелкаю, там завожу, щелкаю, включаю систему. У меня она там чуть-чуть питается. Вот, сейчас у меня, по крайней мере, все не отключается, потому что аккумуляторы хорошие. А тогда у меня, видите, помните, я говорил, что у меня один из аккумуляторов вообще был полностью убитый. Убитый полностью. Он даже вообще не заряжался. Виктор там проверил, он говорит, вообще даже не заряжается. Вот, у меня уже, ну, аккумуляторы были 11-го года, представляете. Они уже были, соответственно, старые. Ну, 9 лет. Это же пипец. Сейчас, по крайней мере, хоть свежие будут. Кто-то не написал там поставить гелевые. Ну, ребят, все это, конечно, можно поставить, ребят. Ну, просто вопрос цены, понимаете. Я заезжал вот в эти, как сказать, скрыванерские магазины. Там тоже есть аккумуляторы. Ну, там, извините, 220 евро один стоит, 250 евро, там, 300 евро один стоит, понимаете. А мне дам 2. Это там, ребят, ну, ценник какой. Поэтому я вот заказал хотя бы такой, и то, в принципе, пока вот они отлично держат. Так, конечно, вот мне тоже вот предлагал, говорит, Леш, есть хорошие аккумуляторы, литиевые. Там Супт, по-моему, сказал, 800 евро один стоит, аккумулятор. Ну, извините, 800 евро один аккумулятор, 100 ампер стоит. Ребят, ну, 800 евро. Это какие деньги, так? Ну, вот, поэтому там, мне бы получили 2, например. Поэтому, извините, ну, конечно, может быть, 1 можно его поставить, но, извините, ценник какой. Поэтому пока, к сожалению, ребят, я на что тяну, то и делаю. Вот так вот. Так, дальше поехали. Жалко, что истории про Вольво больше нет. А, истории про Вольво? Ребята, про Вольво просто пока я сейчас еще не писал. Про Вольво сейчас, ну, человека мой продал ее. Находится в городе Брянске, по-моему, Брянске ее продал. Он мне должен видео скинуть, он там уже диски поменял. В общем, он там машину уже сделал из нее конфетку. Сейчас я просто напишу ему, он мне как-то видео скинет, ребят, я его видео вставлю, и вы посмотрите, какая Вольво стала уже. Сейчас по России ездит, друзья. Вот он уже переоформил ее все на себя. Вот поэтому Вольво уже ушла в надежные, хорошие руки. Вот. Дима, баби, иди поспи. Иди поспи. Спасибо, ребят. Ну, пока Вольво спать не хочется, попозже, ребят. Как у вас получилось с заказами на гидов? Какие понравились, нет? А, с заказами на гидов? Да нет, ребята, сейчас видите, сейчас гидам не нужна никакая реклама вообще даже никакие. Просто я уже не хочу видео снимать просто так. Мне уже надоело, ну, не хочется просто время там тратить. Вот поэтому я так уж с кем, кто мне пишет, я просто снимаю просто обычных людей. Просто с гидами не хочется связываться, потому что не хочу просто сейчас уже в холостую все это дело снимать видео. Нет, они отказываются просто. Говорят, сейчас нам это не нужно, не актуально. Ребят, сейчас профессия гид в странах, она просто сейчас умерла. Мне одна гид, которую мы снимали видео с ней в Германии, в Берлине, может быть, даже с ней видео видели, Татьяна звали. Она сказала, что, говорит, она уже сейчас ищет новую работу, потому что просто это все умерло. Гиды сейчас просто умерли. Это просто нишу просто вырезали, и все. Поэтому гиды сейчас не актуальны. Может, они там актуальны у кого-то там, извиняюсь, там с иностранными туристами, европейцами, или, может быть, там с русскоязычными, которые живут в Европе же, и которые просто приезжают. Может, это актуально. А так, ребята, установили поток откуда был? С России, Украины, Белоруссии. Вот оттуда был поток. Поэтому этого потока просто нету. Поэтому мне Татьяна сказала, что, говорит, Леш, все, у меня, я вот сейчас ищу работу, сработает уже же полная. Поэтому, говорит, я просто перефисирую сейчас на что-нибудь другое, потому что просто эта эфера сейчас, ниша просто упала. Когда она, ребят, вознадовится, я не знаю. А это, я думаю, будет не скоро. Потому что пока, извините, там границы откроют, пока люди чуть-чуть подкопят денег, пока там они начнут ездить, это все вопрос времени. А, извините, там есть надо сейчас. Поэтому, к сожалению, люди сейчас уже перестраиваются на эту тему. Так, пардон. Так, дальше. Так, так, ребят, сейчас. Так, дальше, ребят. Алексей, делайте, пожалуйста, обзор о качестве еды по базовым продуктам. Например, молоко, хлеб, масло, мясо, овощи и фрукты. Ребят, что я хочу сказать, я примерно по молоку ориентируюсь. Молоко где-то примерно здесь тоже еврик стоит. Еврик литр стоит. Даже есть где-то, вот я вчера, например, со скидкой 50% взял где-то. Видно, получилось пол евро. Но это со скидкой взял хороший. Там, прям, классный такой ценник стоял. Вот. Так примерно, ну, плюс-минус мясо, честно сказать, просто я мясо много не ем. Так, что-то беру, какую-то колбаску иногда бывает. Вот. А так, просто я мясо специально мясо не беру, не ем. Просто мне тяжело с мясом. Как-то оно мне не идет просто. Поэтому мясо я, честно... Ну, я постараюсь куда-нибудь войти, может быть, просто на видео поснимать. Постараюсь просто с камерой. Вот так, может быть, будет проще. Потому что вот меня в Дании не пустили просто. Мне надо, говорит, нам здесь это. Я уж не стал в других магазинах подходить. Потому что там везде спрашивать надо. Они на тебя смотрят, как с этим видом. Кто такой, что, куда, коронакризис. Понимаете, поэтому не хочется сейчас лечить нас так. Так, кто у прогроскопа, ребят? Я Лев. Алексей, купите генератор. Сейчас есть почти бесшумные модели. Это реально поможет. Вот генератор, кстати, хорошая идея. Кстати, да, вот это генератор, по поводу генератора, это интересно. Ну, видите здесь, ребят, какой нюанс. Это, получается, мне нужно каждый раз, кстати, надо вытаскивать, там, заправлять бензином, там, включать, там, искать парковку. В принципе, с одной стороны, это выход с положения, когда вот так дико путешествует. Я вот подумаю на эту тему. Но это, видите, надо генератор будет заказывать, потому что он в магазине, наверное, будет дорого. Вот, заказывать его надо будет быстрее всего где-то там на каком-то сайте. А это, наверное, адрес, мне надо там будет ждать. Ну, подумаем, ребят, на эту тему. Генератор – хорошая идея. Кто-то не писал. За 100 евро какой-то, может, генератор взять такой небольшой. Мне уже писали на эту тему. Ну, я не знаю, за 100 евро, мне кажется, он слабенький будет. Поможет ли он мне, не поможет ли. Если просто телефон зарядить, то у меня и так они, как говорится, на ходу заряжаются. Я могу в кафе лучше зайти зарядить. И там сижу, видео гружу. А так, конечно, ну, подумаю на эту тему, ребят. Хорошая идея. Может быть, в принципе, это и поможет даже в чем-то. Может, Юля будет подключаться в чат или по конференции. Мы за вас переживаем. Марат. Марат, спасибо. Да, Марат, пока Юля не хочет участвовать, ребят. Опять же, я говорю, почему, ребят. Просто в свое время кто-то очень сильно там вот эти комментарии такие не очень приятные писал. Поэтому она просто, она говорит, она такая, ну, впечатлительная, Юля. Поэтому она почитала, говорит, я больше не хочу в этом участвовать. Это мне без разницы. Там, извините, говно пишите, не говно. Мне более-то, я почитаю, посмотрю. Ну, кого-то я, конечно, заблотирую, понятно. Вот. А так-то я дальше буду продолжать. Мне, в принципе, из разницы там что. Ну, потому что я понимаю прекрасно, что очень много людей-завистников всяких и все остальное. Кому-то мой образ жизни не нравится. Кто-то просто, мол, завидует и пытается, наконец, какую-то гадость сделать. Поэтому таких много. Я спокойно отношусь и нормально все. Основная масса, ребят. Адекватные, хорошие ребята и все супер. Поэтому пока, Юля, может быть, когда мы с ней встретимся, наверное, мы еще не запишем. Но пока она не хочет. Так. Алексей, подскажите, а прописка вам для ВНЖ или как? Ну, конечно, ребят. Но я хочу, извините, мне сейчас два года будет в феврале. Мне еще надо год подождать. Я считаю, в 2022 году в феврале у меня будет три года. Через три года, ребят, я, конечно, буду пытаться подаваться. Потому что все-таки, ребят, я не хочу там всю жизнь нелегалом быть. Это, конечно, можно. Но все равно я хочу все-таки подаваться как-то. Поэтому я пытаюсь... Просто в процессе этого я сейчас пока вот путешествую. Просто мне не хочется на месте сидеть там три года ждать. А так, конечно, я буду подаваться по возможности. Алексей, твое отношение к Максу с тарифы. Верить можно ему. Да, Максим, я с ним много раз переписывался. Нормальный, хороший парень. Ну, как верить? Я не знаю, в чем верить там. Я не знаю, ребят. Какие его моменты? Это вы уж с ним решайте сами. Как там, верить ему, не верить. Это ваше право. Я не знаю. Мы с Максимом не вот такие вот прям друзья. Мы нормально общаемся. Он такой же караванин. Мне Макс очень симпатичный. Классный парень. Классный мужик. Поэтому для меня вот так вот. Как же там какие-то еще какие-то моменты, это уже, ребят, вы сами решайте. Так, в Швеции отлично работает почта. Все заказывают онлайн. Доставляется до двери по адресу. Студентам на гаджеты скидка. Покупала. А, Валентина. Спасибо большое, Валентин. Слушайте, отлично, конечно. Это классно, если так. Валентин, а вы в Швеции живете, да? Если в Швеции, Валентин, мой телефончик, если можно, добавьте меня в контакты ваши. Тогда, может быть, встретимся, если в Швеции живете. Я обязательно загляну. Мой номер плюс семь девятьсот двадцать девять ноль пятьдесят три шесть три ноль ноль. Вот. И что в WhatsApp добавьте меня, если в Швеции живете. Ну, я буду знать. Спасибо. Ну, сразу, видите, для этого нужен адрес. А мне где тут больно? Я тут еду сейчас потихонечку. Это надо у каких-то знакомых останавливаться. У меня сейчас есть один хороший подписчик, Даниэль. Он находится, как раз, в Токгольме. Я уже на его адрес послал сим-карту. Спасибо большое ему, Даниэль. Если слушаю стрим, то спасибо тебе большое. Я, может быть, что-то заказал бы еще на него в какие-то моменты, конечно. А так, конечно, ребята с адресами здесь плоховато. Так. Советую поставить реле-изолятор для зарядки от генератора. А реле-изолятор во время работы двигателя. Реле-изолятор для генератора, конечно. Ну, ладно. Я, конечно, сразу не схвачу, что я такой поставить нужно. Потому что я не больно технически грамотный в этом плане. Реле-изолятор. Спасибо, ладно. Спасибо. Лена говорит, Алексей, купите лучший электровелосипед. С ним проблем не будет, чем с самокатом, на котором вы везде можете ездить и нужно получать разрешение. Ну да, с самокатом, конечно, сложнее. Ну, ребят, пока у меня просто есть велосипед. Пока у меня сейчас второй. Это опять надо минимум 400 евро, если бы уж какой-нибудь электрический взять, ребят. Ну, пока, ребят, видите, я не могу так сразу что-то покупать. Мне нужно на все, как это называется, извините, готовиться, ребят. Мне нужно ко всему готовиться. Просто так вот не пойдешь там что-то купить. Так, продажи же есть прачечные в городах. Нет, есть, конечно, Антон. Ну, просто говорю, надо это тоже. Ведь поймите, я же не на машине там подъехал и постирался или там как-то вынес. Мне же надо там собрать там сумку, там автодом где-нибудь поставить из-за города, например. И мне там 3-4 километра надо с этой сумкой, я говорю, ехать там. И надо знать, где еще находятся, где еще надо ездить надо. Я вот набираю там в ваш-сервис, например, в гугле. Нифига ничего не показывает. Или показывает там что-нибудь другое. Показывает просто вот эти прачечные. А прачечные, которые просто такие химические, ребят, они просто бешеные цены. Там одну майку постирать будет стоить 15 евро, понимаете? Одну майку постирать или там 10 евро какую-нибудь там майку. Я таких уже был. В торговых центрах они есть, да. Там удобно. Они ряджиков находятся в торговом центре. Ну, там одну вещь постирать там 5-7 евро это будет стоить. Вот. А мне надо вот эти ландроматы. Это так посложнее немножко с этим. Не, ну я найду сейчас все это. Еще это вопрос времени. У меня еще пока какие-то вещи есть. У меня с собой все вещи. Поэтому, в принципе, я проблем нет. Еще постираюсь. Народ ходит в масках. Нет, нет, ребят. Здесь никаких масок нет. В магазине все без масок. Здесь вообще, я говорю, я просто здесь кайфанул. В плане того, что опять эту, блин, маску одевать не надо. У меня вот она лежит. Я сейчас даже уже не одеваю ее несколько дней. Вот. Здесь в этом плане супер пока, ребят. В кругосветку не думали после короны. Александр, да кругосветка это очень круто. Но в кругосветку сейчас просто нужны деньги. У меня просто нет сейчас бюджета, ребят. У меня нет такого бюджета, чтобы я на автодомик в Америку поехал. Понимаете? На это просто нужен деньги. Наверное, чтобы на счету там, извините, десятка хотя была евро. Вот. Ну, даже и меньше, если она будет там. Можно, конечно, и в Америке подрабатывать параллельно. И путешествие. Можно, конечно, все это дело. Но, ребят, пока я еще, ну, даже если финансы были, ребят, надо мне еще после этого путешествия отдохнуть будет. К путешествию в кругосветку надо будет готовиться, скажем так, потихонечку все это изучать основательно какие-то вещи. И, конечно, ну, я уже сейчас немножко от этого даже устал. Просто пока просто у меня нет возможности такой отдохнуть. Потому что пока вот Юлия нет, хочется вроде прокатиться, пока возможности есть. И уж где-то я там остановлюсь, тогда уже буду отдыхать. А так, ребят, ну, кругосветку путешествия, ребят, это очень дорого. Достаточно дорого, понимаете. Разные страны пересекать, всякие визовые режимы. Вот. Там очень куча нюансов, там, с автодомом. Поэтому, понимаете, тут не так все просто. Пока я не поеду никуда, ребят, еще. Так. На парковках для дальнобоя найдешь прачечный. А, для дальнобойщика на парковке. Ну, кстати, хорошая идея, что-то не подумал. У меня даже одно предложение есть. Дальнобойщик, кстати, там посмотреть будет его. Кстати, хороший вариант вполне. На парковках для дальнобоя, точно-точно. Спасибо большое, СГФГ. Спасибо, кстати. Надо будет сейчас посмотреть. Интересно. Спасибо. Вчера смотрел ваше видео из Голландии. Очень понравилось. Раз там так неплохо платят подсобником, то сколько получают специалисты. Думаю, поехать туда штукатуром. Да, ребят, специалисты, ребят, получают там 20-30 евро в час. А то и 40 евро в час бывает. Ну, соответственно, это до вычета налогов. Еще надо налоги заплатить. Поэтому там суммы такие. Ну, там, конечно, там спецы зарабатывают хорошо, ребят. Если вы хороший электрик, там, сантехника, еще что-то. Электрик-сантехник вообще супер просто идет. Электрик-сантехник просто хорошие деньги зарабатывает. Там можно вполне, я думаю, по 20 евро в час зарабатывать электрик-сантехника. И у вас работы будет просто куча. Ну, соответственно, надо там себя показать, что вы реально что-то умеете. Поэтому, да, даешь стрим каждый день. Лыжная жизнь. Ну, ребят, я постараюсь. Ну, какая ситуация? Стрим с телефона, ребят. Я говорю, просто сейчас я за телефоном заплачу. Я несколько раз проводил стрим именно с телефоном. С Wi-Fi, который у меня французская сим-карта. Ребят, у меня сейчас за этот месяц я заплачу, наверное, полтинник евро минимум. У меня уже не убирается там просто. Телефон держит очень много тоже. У меня, тем более, он сейчас в Ромнине находится. А там положено мне только 25 гигов в месяц. Вот. А у меня уже, когда мне пишут смс, что вы уже превышаете. Ну, я. Ну, что же делать? Ну, превышаю. Вот он меня там уже считает уже по другому тарифу. Так. На Мальмё. Не Мальмё, а Мальмё. Ну, ребят, спасибо. Мальмё. Буду знать тебя. Спасибо. Так. Петер. Фризей. В Бельжиум. А потом в Испании. А. Приезжаю в Бельгию, а потом в Испанию. А. Спасибо. Не, ну, ребят, обратно я поеду быстрее всего по берегу Франции. Я поеду плюс-минус. Опять же, я поеду вот так вот через, может, Голландию. Если поеду в Испанию, быстрее всего, я опять в Голландию остановлюсь немножко поработать. Потому что, ну, понимаете сами, что в Испанию ехать без денег как не очень. Камерифо. Вот. Поэтому, конечно, мне надо будет там хотя бы остановиться на какое-то время. А это, соответственно, выехать заранее. Вот. Чтобы немножко подзаработать. Потому что в Испании это там, блин, оплата будет в два раза меньше, если даже там где-то на сроки будут подрабатывать. Там все стоит гораздо дешевле. Там, извините, штука евро, зарплата в месяц – это очень крутые деньги. Вот. Поэтому… А в других странах, вот, например, в той же Голландии, извините, там две с половиной – это так, средняя цена такая. «Где я отработал в Дании?» Ребят, я в Дании работал в двух местах, ну, понемножку. Вы увидите, вы увидите, как называется, в дальнейших видео, где я работал, ребят. Просто пока еще видео только… Вот два видео сейчас загружаю. Пока еще просто видео еще не дошли, ребят. К сожалению, видите, в связи с электричеством, я еще раз извиняюсь со всеми вот этими нюансами, ребят, к сожалению. Вот, видите, вот сколько мы с вами сидим уже 58 минут. Вот, смотрите, я уже говорил вам, что видео рендерится. Уже до 20 минут до этого я включил. Вот видите, Супра? Вот я сейчас вам покажу. Вот. Видите? Еще осталось 19 минут. Вот он еще и пока рендерится. Вот. Видите, как все долго проходит. Поэтому, к сожалению, ребят, вот, все не так быстро. Поэтому вы скоро увидите, где я работал. Я все, ребят, снимаю. Я вам показываю все. Посмотрите, где я работаю. Вот. Поэтому все, ребят, будет это. Все будет в течение какого-то времени. Сейчас потихонечку. Я надеюсь, буду загружать. Так. 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 Дальше. Русская или швейцарка в постели актуальнее? Таких предпочитаешь? Ребят, ну такие не пишите, ребят. Я, ребят, никого не предпочитаю, понимаете. Русский. Я с иностранкой говорю, что здесь познакомиться, извините. Надо хорошо знать язык, понимаете. Вот так вот все остальные. Тем более мне это сейчас не актуально, ребят. Мне это не нужно. У меня здесь супруга. Поэтому вот этот всякий хлам писать не нужно, ребят. Где отработал? А, ну это я уже говорил. Так. С гидами неинтересно. Лучше слушать обычных людей, с их историями, чем стандартные тексты для стримчатей. Вот, ребят, я по этому тоже самое. Обычные люди, они просто другую информацию совсем дают, чем гиды. Гиды, они все-таки так больше на рекламу, скажем так. Ну, конечно, с одной стороны, ребят, тоже очень грамотно я поставлю речь. Все остальное есть. Но пока, ребят, я с простыми людьми попытаюсь. По возможности. Так. Добрый день. Так. Блок Ра. Вы не планировали перебраться со своим кемпером на другой континент и поездить в Канаду для Бразилии? Ребят, я с удовольствием туда поехал, ребят. Просто говорю. Из Гамбурга ходит паром в Нью-Йорк. И он ходит 2500 евро в одну сторону, ребят. 1,5 тысяч евро, ребят, надо еще их заработать. Потом, понимаете, он будет в контейнере идти туда месяц. Мне надо будет еще перелетать. Это еще деньги на самолет. Там визу американскую надо еще открыть. Ребят, это все не так, все просто. Это надо готовиться. Это надо готовиться. Все это долго, если там со своим автодомом все это ехать. Вот. Если его там здесь продать, то есть в России продать, в Америке купить, я пока что-то даже вообще не представляю. Мне надо продать его. А продать, соответственно, дешевле будет его отдавать. Ну, как дешевле, ну, какую-то самую. Или сейчас вообще не актуально продавать сейчас в связи с коронкой. Поэтому мне проще на своем ездить. Но с другой стороны, может быть, проще заплатить где-то с половиной тысячи евро. Потому что я сразу потеряю, наверное, больше. Вот. Даже в евро и в рублях. Проще, наверное, можно заплатить где-то с половиной тысячи евро даже за паром, может быть, так вот. И просто на своем автодоме ехать. Потому что, по крайней мере, если я куплю американский автодом, у них же там другая, ребят, система биотуалетов. Там же, видите, какие-то там сделаны по-другому. Это здесь биотуалет. Ты там наполняешь его, потом где-то меняешь. Это комфортнее для меня, по крайней мере, для диких путешествий. А там, извините, ребят, ты там подключаешь его. Там просто стоит унитаз такой, ну, как вот в доме у вас. Вот. И, получается, вы должны его подключить там к системе. Ну, как, с одной стороны, удобно ты там стоишь, но это в кемпинге. А кемпинг, ребят, там стоит, извините, от 30 долларов. Ну, бывает и дешевле, конечно. Но кемпинги там очень дорого стоят. Там дороже, чем в Европе, понимаете. Поэтому там тоже свои вот эти плюсы и минусы есть. Там такие вот эти different, разные моменты. Вот. Поэтому здесь, может быть, на своем автодоме мне удобнее где-то было даже путешествия, потому что тут я что-то заполнился. Я тем более этими кемпингами не пользуюсь. Вот. Но, видите, тут тоже свои нюансы. О, ребят, 149 лайков, ребят. Супер, ребят. Может, давайте попробуем до 200 дотянуть, а? Если получится. Давайте, ребят. Нас смотрит сейчас 217 человек. 218. Отлично. Вот. Поэтому, ребят, я, конечно, если бы, наверное, путешествие такое было поменялики на автодоме, это, конечно, было бы крутяк вообще. Супер, ребят. Там на легковушке я уже катался, сейчас у меня какой-то боязни рулить вообще нету, потому что я уже в любых странах там с любым рулем, справа-слева, мне пофигу в принципе вообще, как где-чего-куда. Вот. Тем более там я алкоголь не пью больно, у меня мозг нормальный, я могу достаточно так, ну, ответственно относиться к этому делу и спокойно ехать, и нормально. Но, видите, к сожалению, для этого нужны финансы, для этого сейчас нужно зарабатывать. Так-то в Америку, то есть туда можно вообще, куда с этого путешествия минимум на год куда-нибудь уехать и спокойно передвигаться. Я думаю, проблем не будет там. Вот. Ну, момент такой, что надо. Ну, соответственно, как-то не будет проблем тогда, когда там вроде пути где-то подзарабатывать. Вот. А там разные нюансы. И, видите, еще нюансы. Главное еще туда переместиться лучше на автодом в Нью-Йорк, потому что мне писали ребята, одни я списывался, они на джипе Land Cruiser Prado ехали из Лиссабона до Аргентины, это тогда Аргентина, как город, до Буэн-Сайвеса, они паром туда привозили. Они сказали, что, говорит, лучше не делать так, они говорят, там коррупция очень мощнейшая. Они, говорит, отдали там какие-то бабки, не знаю. В общем, они еле растаможили свою машину. Там просто взятки берут, ну, как они сказали, там просто, ну, деньги нужно, там просто выгодят ее не растаможите. Вот. Просто не растаможите ее, потому что они, ну, как, ну, Аргентина, извините, это не Северная Америка, не Европа, это, извините, пока еще кромпированная страна. Поэтому там, к сожалению, они, говорит, там отдали какие-то деньги, чтобы вообще машину свою забрать там, поэтому там все жестко было, сложно с этим делом. Ну, много не говорили, вот такая информация. Поэтому ехать, если только, соответственно, в Нью-Йорк, потому что там все более легально, нормально. Вот. А вот через южные страны там что-то делать какие-то вещи, это, конечно, сложновато. Ну, и, по крайней мере, насколько я знаю, я не проверял ли, поэтому я за что, говорит, купил, за то и продаю. Вот. Мне так вот объяснили. Вот. Поэтому вот такая информация. Так, дальше, ребят. так, так, так. Угу. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, ребят, сейчас найду, где я тут закончил читать. Давай. Так, так. Ух ты, сколько ребят написали-то. Ммм. Так, про работу я уже говорю. Так, 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 дальше. Лагом это достаточно, достаточно. Стиль жизни светов. Да, ребят, по лагам я уже понял, что я полистаю еще раз эту книжечку, посмотрю обязательно. Спасибо большое. Подготовлюсь. Геннадий Алексей. Подзаработай где-нибудь денег и брось якорь в Испании хотя бы на пару месяцев. Да, да, я так и сделаю. Я вот сейчас, ну, как мы, извините, с Юлей хотим встретиться наконец-то. Ну, она вот только в Испании, соответственно, где-нибудь там снять квартиру. Быстрее сюда туда и поеду. К зиме сейчас, да, получу. Потому что, конечно, я где-нибудь подзаработаю, где-нибудь брошу. По-любому надо как-то будет легализовываться потихонечку. Я что-то, нет мыслей там всю жизнь вот так вот. Как говорится, нелегально. Хочется документами, может быть, там нормально будет путешествовать, поэтому. Потихонечку это сделаю, конечно. Сейчас заеду. Так, вы прокачали свою стресс-устойчивость. Стресс-устойчивость. Догум. Да, к сожалению, ребят, я ее каждый день прокачиваю. Каждый день прокачиваю. Просто, к сожалению, очень много всяких форс-мажорчиков, которые, ну, на это дело влияют. Конечно, я внимание свое тренирую и включаю в эту тему. Включаю. Но, видите, всяких разных нюансов. Ты не знаешь, откуда у тебя может быть. Потому что ты открыт. Открыт по странству, понимаете. Открыт. Вот. Поэтому, где что выстрелить, непонятно. Понимаете. Так вроде все безопасно. 90% все безопасно. Какие вот эти 10%, где там что может быть. Пока непонятно, понимаете. Непонятно. Поэтому, к сожалению, вот, ты просто, ну, только настроить себя, относиться спокойно и все. Ко всем каким-то стрессам. Я вот пока его воспринимаю так. Вся жизнь игра. Как там будем играть дальше, непонятно. Поэтому я ко всему отношусь так спокойно. И какие-то вот эти мысли к себе в мозг я стараюсь не допускать. Просто я их туда не пускаю. Зачем они там нужны? Какие-то такие вот, в плане пугалок, еще чего остального. Вот. Поэтому, такой настрой примерный. Так, Алексей. Почему румынское гражданство не сделаете? Вроде нет проблем. Многие так и живут. Да, ребят. Тут тоже там с этим румынским гражданством. Мне уже столько раз писали. Говорят, давай сюда. Там за двух тысяч евро там оно получается. Две. Там четыре, семь. Кто там за десять, пятнадцать делают. Не знаю, ребят. Я что-то так отношусь к этому вот этому паспорту. Там тоже не так все просто. Надо собирать документы, подаваться. Потом, ребят. Просто так вы. Мне уже предлагали какой-то самый там недорогой вариант. Просто так, извините, вы его не сделаете. Вы снова должны будете приехать. Кроме там вот этих тысяч четыреста евро на подачу. Вы должны приедете и будете сдать этот экзамен на язык. Вот. Когда гражданство будет получать. А там мне сказали, что если ты придешь на нулевым, ты гражданство не получишь. Там по-любому надо разговаривать на румынском. Ну или, соответственно, заплатить этим там вот помогалам. Три тысячи евро мне сказали. А то, чтобы кто-то за тебя похожий типа того. Пошел и получил этот гражданство. Сдал язык. Вот так. Три тысячи евро. Поэтому тут говорят, это все тоже не копейки. Это все тоже не копейки. И там нужно много времени потерять. Там этих справок сделать. Там, например, там мне написал скин на первый раз информацию. Там связь о рождении мамы, папы. Я с ними не общаюсь. Они не верят ли это связь о рождении дадут, понимаете. Я с ними просто не общаюсь. И все. Просто там у папы, тем более он там на меня. Вот. Поэтому мне документы не дадут. Если нет свидетельства, они его могут сделать. Но нужно за это денежку платить. И там получается вот такая вот идет тоже сумма. За это каждая бумажка, извините, стоит не тысячу рублей. 150 евро. 100 евро, 150, 200 евро. Понимаете. Вот так вот все эти набирается по таким этим вот. Поэтому, ребят, я пока дешевизны здесь не заметил в этом рождении гражданства. И простоты тоже. Ждать, наверное, года два, три. Ну зачем? Я вам проще сейчас в Испании подожду. В Испании гражданство совсем другое. Это уже не румынское гражданство. Потом, ребят, понимаете, дадут ему на пять лет, например. А что после пяти лет, извините, продлевать его? Как там все это будет? Непонятно еще. Будут вам продлевать? Не будут. Тоже не знаю. Давать-то дадут. Да. Потом, ребят, извините, права вам надо будет получить, извините, румынские. Если вы будете гражданин Румынии, права румынские. Надо в Румынии учиться. Это тоже деньги. Вот. Всякие там нюансы со всякими там прописками. Тоже это все. Ребята, это все не дешево. Поэтому не так все вот просто иди там получируем из гражданства. Тут много ходит. Можно, да, можно. Но я пока не занимаюсь этим вопросом. Так. Алексей, а как, по-вашему, проще путешествовать? На доме, на колесах или на яхте? Интересно ваше мнение. Да, ребят, я же на яхте не путешествовал. На яхте, по-моему, знаете, канал Купеница. Знаете уже его. Для меня, ребят, проще в доме на колесах. Потому что на яхте, конечно, ребят, там, наверное, думаю, все-таки стрессов гораздо побольше. Там всякими парковками, вот этими ветрами. Сейчас, например, ветра здесь начались. Вот я, кстати, ребят, позавчера дрон запускал в Швейц. Чуть не потерял его, ребят. Хотел там показать мост. Вы увидите в видео. Хотел там мост показать подальше. У меня дрон все летает на 470 метров в длину. Mavic Mini. Он далеко не летает. Это не крутой дрон, там, какой-то там, Mavic компании. Вот. Я хотел там мост повыше подняться, мост показать. А идут сильный ветер. У меня дрон чуть не улетел. И я поэтому, ребят, я его, конечно, как, кстати, за запуск. Как хотел делать? Я его обратно поймал. Там у меня аккумулятор, как раз, уже заведелся почти. Вот. Я его просто спустил со 100 метров вниз полностью. На 10 метров над водой. И вот тогда только он еле-еле ко мне его приметел. Я вообще там прям, понимаете, я вот его держу, он стоит на месте. А у меня прямо метраж показывает, что его уносят. Ну, понимаете, ветер сильный очень дует. А он весит там 249 грамм. Я вот чуть-чуть, буквально, кое-как, его там, в общем, одним словом, дрон все-таки со мной. Вот. А так, конечно, надо тоже аккуратно здесь делать ветра здесь очень сильные. Пойдет на яхте, извините, сейчас вот, где-то там ходить. Сейчас надо... Там тоже режим. Вот. Я сейчас еду на автодоме. Я сейчас еще более комфортно чувствую, потому что, извините, там зима начинается, а у меня там зимняя резина, ну, автодом отапливается. А, извините, если вы здесь будете сейчас зимой на яхте, то вам надо куда-нибудь на юг обязательно будет ехать. Там тоже от погоды все зависит. Поэтому, ребят, нюансов очень много. Мне кажется, на автодоме безопаснее. Безопаснее более так. Дороги попроще на яхте, потому что там все вот эти штили, ураганы и еще что-то. Нужно во всем этом деле разбираться, понимать, куда идти, куда... Как говорится, все вот эти нюансы знать, ребят. Поэтому, я думаю, не так все просто. На автодоме, я думаю, это безопаснее. Если кто-то уж там хочет попробовать, то, ну, в моем понимании, лучше, конечно, на автодоме. Все-таки более как попроще, чем там яхты. Потом, ребят, все эти марины. Ну, конечно, да, в Греции где-то, вот мне сказали, там очень много бесплатных мест, где можно стоять. Еще разные страны. А вот так, например, какие-то там тоже топовые места, как я, например, какие-то города крутые подъехать. Извините, пожалуйста, там он ценник, когда доходит, за марины дать нужно там 20-30 евро. Вот я Илья, например, помню, где мы с ним встречались, например, в Валенсии. Он стоял там, например, 8 евро в день, платил за эту парковку. Еще там где-то, там тоже такие вот места находил, там по 10 евро в день, там по 6 евро в день, вот так вот. Это тоже надо доходить, ребят. Как я тоже дохожу, вот эти всякие дешевые места, где там что можно. Так и здесь нужно в этом разбираться. Потому что каждый день вы там, извините, по 50 евро платить за паркинг на яхте. Это, ребята, я думаю, не каждый это все освоит. И вообще, ребята, яхта – это очень дорогое удовольствие. Я, например, сейчас автодом могу где-то поставить на парковку, если улечу, например, за 50 евро. Или там, может быть, у знакомого кого-то оставить. Там, может, там за какие-то небольшие деньги. А яхту, извините, пожалуйста, там за марину 2000 евро вы отдайте. Или не стоит в этой марине, понимаете? Вот, а просто так вот яхту оставить где-то, ну, это немаленьких денег стоит. Это, в общем, это геморрой. И все вот эти там чистые, все остальное. Вот, это тоже не так все просто. Поэтому здесь надо еще, если вы яхту покупаете, то вы еще там на счету, надо еще денег иметь нормально, чтобы вот так вот ее более-менее обслуживать. Поэтому здесь такой нюанс-то не скажу, что прям простый. Так. Привет, Леха, Денис. Я сам в Германии живу. Удачи тебе получения ПМЖ в Испании. Ну, спасибо большое, Денис, спасибо. В Мальмире есть большой лагерь для беженцев. Будьте осторожны. В Стокгольме район Ринкебю. То же самое. Угу. Ринкебю. Спасибо. Не знал даже спасибо. Буду знать. Спасибо. Жаль, что в автодоме не предусмотрено стиральное хоть на один килограмм. Ну, да, вот, ребят, стиралка, конечно, сейчас, в принципе, нужна. Ну, для нее, ребят, конечно, специальное место не нужно. Все-таки лучше где-то постираться отдельно, чтобы она просто не занимала место. А так согласен с этим. Так, Алекс, привет. Ты как бомж стал без обид, бро? Да, ребят, ничего страшного, не обижаюсь. Ну, бомж так бомж. Ухажешь за свое. Он свободный человек, а не бомж. Так. Где возьмете контракт на работу в Испании? Ребят, ну, это ближе к теме. Когда три года подойдет, я думаю, я там разберусь в этом вопросе и найду, что нужно будет. Мальмё Махисам. Пишите в Google. Это трачечный. А! ВОЖ... ВОЖ... А! ВОЖСАЛОН называется. А я сейчас сервис пишу. ВОЖСАЛОН. ВОЖСАЛОН. Спасибо, Лена Че. ВОЖСАЛОН. Так, ну-ка я... А, фотографировать мне не на что. Ладно. ВОЖСАЛОН. Спасибо большое. Тогда буду так писать. Спасибо. Так, ребят, у меня зарядка телефона осталась 10 минут. Так что... Ой, 10 процентов. Так что, может быть, если отрубится, ребят, к сожалению, просто зарядка ушла. Поэтому, если что, извините. Так, 178 лайков, ребят. 230 человек смотрит. Ребят, еще осталось 20 лайков с копейками. Давайте попробуем, может, до 200 лайков дотянуть. Так, где хочется жить больше всего? В ВИХРе. Где хочется жить? Да, ребят, я даже не знаю. У меня нет такого прямо. Я живу там, где вот я и есть. И что еду пока? Пока я там не могу ответить. Наверное, пока, ребят, все-таки комфортная сторона. Я уже говорил вчера. Что там, где просто тепло. И все. Вот так вот просто. Вот так, наверное, для меня, по крайней мере. Простой парень. Так. Алекс Бомбер, ты букву Р пропустил. А, букву Р. Извиняюсь, Алекс. Привет из Болгарии. Сразу лайк. А, спасибо, Анна Фишер. Спасибо. Сергей Мэя, 150 лайков. Ага. Да, ребят, уже 190. Спасибо большое, ребят. Быстро, кстати, вы ставите лайки вообще. Спасибо. Лана Терун. Так. Лена. Лена. Ага. Ага. Флаг. Привет. Поставил лайк. Плюс. Дмитрий. Спасибо большое, Дмитрий. Павел Першин. Привет, Алексей. В связи с пандемией цены на кемпинге изменились. А, на кемпинге изменились? Ну, может быть. Может быть. Я не знаю даже. Я пока еще не заезжал даже из Швеции в кемпинге. Хватит Европы покататься. Я думаю, да, здесь есть куда покататься. Можно ли работать в Швеции? Я из Украины. Да, ребят, можно, конечно. Но, опять же, с Украины, ребят, у вас какие-то там биометрии есть, там еще какие-то есть привилегии. Как через Польшу заходить сюда вот работать. Просто с Россией вообще все гораздо сложнее. С Украиной вообще как-то проще, ребят. Там просто вы узнаете вот через всякие вот эти, как называется, чаты. В интернете там пишут, как, что, куда. Я думаю, можно все. Нелегально тоже, если вы найдете нелегально. Если легально, то ищите, значит, какую-то польскую фирму, которая там делает там польскую рабочую визу, и вы сюда приезжаете по ней работать. Ну, это можно так в любую страну почти. И в Голландию, и в Германию. Просто знакомьтесь с информацией. Киргуду Бармамбия. В Анапе супер кемпинг. Пляжный поселок. Спасибо. В Анапе пока не поеду. Почему ты не устроишься дальнобойщикам на работу? Ребят, как я просто так дальнобойщику устроюсь на работу? Мне надо в Россию ехать, получать права, потому что здесь все гораздо дороже стоит. Потом там искать какой-то контракт. Может, какой-нибудь польской фирмы, потому что через Польшу войти и прочее. Это, ребята, не так все просто. Пошел дальнобойщиком устроился работать. Во-первых, у меня прав нет на грузовые машины. Мне надо обучиться. Обучиться дешевле России. Ну, для меня, по крайней мере. Я гражданин России. Вот. Поэтому тут не вот это. Пошел тут, блин, дальнобойщиком устроился. Ребят, не так все просто здесь. Так, привет из Тревехи. Игорь, приветствую. В Швеции велосипед можно не покупать. Они на улице годами лежат. Забытый хозяин. Спасибо, ребят. Ну, я думаю, если он лежит на улице, забытый хозяин, он обязательно пристегнутый. А уж снимать его не хочется с этого дела. Так. Я соберусь в Испанию на Новый год. На автомобиле. На автомобиле. А, на автомобиле. А, ну, отлично. Приезжайте. Ну, я не знаю сейчас. Я думаю, сложно будет. Если вы из России едете, сложно будет сейчас на автомобиле, я думаю, на автодоме. Доехать до Испании. Здесь, конечно, у вас есть ПМЖ, то есть попроще. А вот насчет пересечения, я думаю, сложнее будет. Александр Бургар. Так. Леха. Есть информация, что в Швеции можно везде ловить рыбу без ограничений. Озер там очень много, как у нас в Карелии. И рыбы хорошей полно. Отличные дополнения к биржеру. Ну, ребят, я не знаю. Я, честно сказать, рыбу не очень сильно люблю есть. Тем более, ловить я ее не сильно так вот, скажем так, люблю вообще. Ну, я рыбу не сильно, ребят. Красная мне еще нравится. Вот. Я ее люблю так есть, покупать в магазине. Но она очень дорогая достаточно. Не знаю, ребят. Пока, ну, я не знаю по Швеции про рыбалки. Честно сказать, просто, ну, еще пока ни с кем не разговаривал. Пообщаюсь и узнаю, ребят. Пока вот не знаю про рыбалки. Так. Добрый день. Не удаляйте стрим. Не успел сначала. Хочется посмотреть сначала. А, конечно, конечно. Бахтиян Усманов. Нет, ребят, стрим удалять не буду. Вот. Так что, ребят, смотрите, конечно. Алексей, приветствую. Не приходилось рассчитываться биткоины. Да нет, ребят. Простой парень. У меня нет биткоинов, ребят. Я не знаю, что это за тема. Мне просто некогда информацию изучать про биткоины. Один из приятелей сказал, говорит, туда лезть не надо сильно. Не так все просто, говорит. Поэтому, ребят, у меня нет биткоинов и я с ними не рассчитываюсь. Поэтому я не знаю, что это такое. Так слышал много раз. Но пока вот, к сожалению, биткоины я... В общем, информацию про них я не знаю. Так, ребят, сейчас секундочку. У меня загрузилось видео. Сейчас я его загружу прям при вас. Поставлю загружаться, чтобы оно пока успешно... Так, так, так. Секундочку. Пардон. Включился я тут. Так, раз. Сейчас поставлю рендериться. То есть загружаться в YouTube. Уже второе видео, кстати. О, ребят, смотрите. 1100 человек уже тут смотрит. У меня сейчас тут показывают. Программа хорошая. Так. Так. Вот сейчас пошло загружаться в Фленсбург. Вот, ребят, сейчас видео выйдет, наверное... О, обработка завершена. Видите? Первое видео про Киль уже загрузилось. Сейчас я про газ рассказываю. Так что, ребят, сейчас будет загружаться второе видео. Видите, как хорошо тут в кафе сижу. Вот. Вай-фай хорошо более-менее работает. Так, дальше, друзья. Где я тут остановился? Алексей, привет. Так, биткоины. Понятно. Леха, привет. Подскажи, что может помочь снять квартиру в Германии? Район Берлин, Ганновер, Эссен. О, кто может помочь, ребят? Да я даже не знаю. У Васи... Так, я думаю... Посмотрите через RMB. Если, конечно, вам долго нужно, то, конечно, там какие-то свои нюансы есть. О, ребят, спасибо большое. 200 лайков, ребят. 200 лайков. Супер, ребят. Ну, давайте попробуем, если сейчас пока еще болтаем, до 250. Если получится, ребят. Спасибо большое. 200 лайков есть. Просто супер. 229 лайк смотрит. Отлично. Попробуйте через RMB, Василий. Какая ситуация? Там есть, именно сейчас у них уже в связи с пандемией стала вторая колонка есть. Где именно там снимать надолго? Вот. Попробуйте через RMB просто. Там напишите и как-то может даже спичь с хозяином. И я думаю, можно снять вполне. Потому что сейчас, в принципе, много жилья такого, которое стоит... Ну, опять же, Берлин такой город, где жилья вообще очень мало. Вот. Там просто сложно снять. Попробуйте так. Потому что я вариантов другие не знаю. Я говорю, сейчас я очень кайфую, потому что у меня автодом есть. Потому что просто в каких-то городах, вот сейчас здесь в Европе, очень сложно снять жилье. Нужно кучу документов собрать. Там где-то вот очередь стоять. В Дании нужно там записаться. Списочек. Два-три месяца ждать твоей очереди. Потом только тебе покажут квартиры, которые есть свободные в этом районе или в каком-то. Все очень сложно, ребят, здесь. У меня румынский паспорт. А, Василий. Ну, очень рад за вас, Василий. Ну, если есть возможность, подробнее же спишите здесь в комментарии. Вот. Ну, в принципе, момент получения я знаю. Но если комфортно живете, то я за Вас очень рад. Ромарио Агро. Если думаешь, что три года быть прописан достаточно, чтобы получить венжи, сильно ошибаешься. Это всего лишь одно из условий и далеко не самое сложное. Ну, ребят, ближе к теме буду смотреть. Вот. Жила 10 лет, вышла на пенсию. Ну, с Питер. А, вот так вот даже. Валентина. А, жила в Чвеции 10 лет. Ну, не знаю. Ребят, кто как. Ну, да. Вся жизнь – это игра. Но главное, чтобы не было гейм-ауэр. Шучу, шучу. Привет от Молдаван. Приветствую, Алексей. Удачи. Тебе молодец. Спасибо, Каролис. Алексей, а с Ютуба заработка не хватает хоть на интернет и кофе? Ну, ребят, это получается сейчас у меня 300-350 евро. Ну, бывает 400 евро. Это было один месяц. А так вот 300-350. Ну, как, вот долларов, точнее, евро-долларов. Как так вот, какие-то финансы есть, конечно, но небольшие. Так, так, так. Юлия, а какой визе вы путешествуете? Как полегально находитесь? У меня туристическая виза, французская, пятилетняя. По ней путешествую. 200 лайков, ура. Да, ребят, спасибо. Уже 208. Спасибо, ребят. Здравия. Какие перспективы? Какие планы? На чем держится твой энтузиазм? Какая семья? Что думаешь о детях? О, ребят, столько написал мне Максим Моргачев. Какие перспективы? Какие страны? На чем держится твой энтузиазм? Ребят, ну, на мне держится. У меня свой внутренний стержень. Я думаю, как и у вас есть. Поэтому, как вы там его подпитываете, это уже, извините, зависит от вас. Извините, с собой управлять, это тоже нужно иметь, скажем так, какие-то силы внутренние для этого. Поэтому, семья. Семья нормально. Все нормально. Ну, с Юлей, надеюсь, увижусь. Хотя бы в начале следующего года. О детях. Ну, ребят. Честно, ребята, вот мне кто-то там постоянно там долбит меня в эту тему, там, о детях, там, детей нет у вас, поэтому так путешествовать. Ребят, это ваш выбор, понимаете. Вы можете с детьми путешествовать. Просто, да, с ним будет сложнее гораздо и все. А так, ребят, я не скажу, вот прям, что у меня какой-то комплекс неполноценности из-за того, что у меня нет детей. Ничего подобного, ребят. Еще даже у меня где-то, ребят, так еще 50 на 50. Я еще так смотрю на это тем, что вообще, может быть, и хорошо, что вообще у меня их нет. Я, ребят, опять же, я ничего плохого здесь не имею. Так что, ребят, у кого дети, извините, почти у каждого. Я здесь ничего не скажу, там, без детей надо жить. Совсем нет, ребят. Я просто в том плане, что я, у меня есть такое, ну, внутри состояние 50 на 50 вообще, что хорошо ли там вот так вот. Я еще где-то смотрю, что я, ребят, себе что-то могу позволить на какие-то вещи. Потому что, если, извините, были бы дети, то, конечно, мой бюджет, извините, пожалуйста, уходил бы сейчас в другую сторону. Это точно. Вот. И мне вообще ни на что более не хватало. Поэтому я сейчас смотрю еще где-то, да, и понимаю, что, в общем-то, я еще где-то даже в этом плане чуть-чуть свободен и что-то могу себе позволить. А так вообще пришлось бы, конечно, извините, пахать и пахать. Потому что с детьми, извините, пожалуйста, на расходах совсем другие. И вообще, я думаю, максимальные расходы сейчас у людей, это, наверное, быстрее всего на детей, а не на себя. Вот. Поэтому здесь, конечно, поэтому, ребят, у кого как есть. То, что у меня нет детей, ну, я не говорю, что я прям вот какой-то несчастливый. Ну, как есть. Получилось бы, значит, так бы жил, не получилось, значит, вот так живу. И все. Вот как есть. Как есть. Поэтому по факту вот так. Но я себя каким-то там не счастливым, убогим там, что у меня детей нет, я себя не чувствую, ребят. Я себя вполне нормально чувствую. Так, дальше, ребят. Ты когда рассказывал про Памия на Тенерифе, я захотел это было бы кайф. А, ну попробуйте, Карлос, попробуйте. Так, думаю, хороший вариант будет. Тут все сильно мясо, не сильно рыба, не сильно бабу тоже не сильно. Сергей, понятно. Алексей, есть бы, есть бы сейчас покупали кемпер, чтобы выбрали интеграл, альков или самодельный микроавтобус. Ребят, наверное, быстрее всего интеграл, быстрее всего. Мне интеграл очень нравится. Ну, с другой стороны, ребят, опять же, надо понимать, тут очень много нюансов, ребят. Я сейчас могу рассказать еще полчаса. Какие тут нюансы есть. Ребят, наверное, я сейчас буду, не читаю все комментарии, просто у меня зарядки осталось буквально 3-4%. Боюсь, сейчас все отрубится. Мы с вами уже общаемся, 83 минуты. Вот, я сейчас просто прочитаю, ребят, быстренько. Наверное, давайте, я еще кадрострим сделаю завтра. Может быть, постриму исполнить завтра или послезавтра. И я уже поотвечаю на комментарии. Потому что сейчас, по ходу дела у меня, ребят, телефон просто сядет. Осталось чуть-чуть. И потом мы на сеть опрос поотвечаем. Так, надо получить карту, если официально. Ага. Алексей, спасибо за возможность пересекать границы, сидя в кресле у монитора. Удачно путешествуйте. Спасибо, Иван. Алексей, не знаете, кем в Испании получил резиденцию? А, Тёма, не знаю, ребят, я с ним мало общаюсь. У всей жизни любого человека, это его личный выбор. И надо его уважать, а не критиковать по своему образу жизни. Каждый счастлив в своем. Да, Кита, согласен, да. Ребят, это очень важный момент. Вообще, ребят, у всех свой выбор. Поэтому вы можете как угодно, извините, поставить. Вы можете послушать какого-нибудь Васю. Или там трех Васей. Или пять Васей, понимаете? Или тетю Клаву. Еще кого-нибудь послушать. Как она сделает? А вот так вот. Она там на своем опыте, извините. И чем старше люди, у них свой опыт. Соответственно, той жизни. Вот. А сейчас, извините, жизнь меняется постоянно. Поэтому, а можно, извините, своим мозгами как до этого доходить. И понимать вообще, как жить. Понятно, что я тут, извините, сейчас еду. Мне уже куча народу сказал, что, слушай, туда не лезь. Туда не едь. Туда не надо. Я в Испанию еду. Чего туда поехал? Еще что-то. Ребят, я сейчас здесь. И как есть, так и есть. Я, пока есть возможность, я еду здесь. А там уже как получится, извините, буду ехать по-другому. Как там у меня будет возможность. Все очень сильно меняется. Сразу никаких решений вот там не принимаю. Туда надо бежать. Сюда надо бежать. Ребят, все по времени. Получится так, хорошо. Получится так, значит так. Поэтому, все, ребят, сейчас здесь. Вот. И все решай по мере поступления вопросов. Это самое важное. Потому что, если ты будешь что-то там планировать, постоянно у тебя мозг будет расфокусирован. И вот эту энергию ты будешь отдавать туда. А здесь вам ее будет не хватать. И постоянно его будете где-то там. А нужно быть здесь. Это самое важное, ребят. Быть здесь. Внимание держать. Концентрировать его внимание здесь. Потому что здесь вот все можно смотреть, фокусировать и направлять. И здесь все отсюда. Здесь сейчас гораздо по-другому решения принимаются. Вот. Так. к своей жизни ты не должен не перейти. Ну, согласен, да, живи как хочешь. Алексей, похож на Розарио Агро. Спасибо. Все, ребят, я, наверное, заканчиваю, потому что просто уже, ну, сейчас у меня просто телефон сядет, не хочется там просто, чтобы оборвалось все, и все. Ребят, счастливо, спасибо большое. 216 лайков, ребят, очень классно. Спасибо большое вам за лайки. В общем, кто этот стрим смотрит, ребят, поставьте еще лайков. Будет очень приятно. Так, много уважений к вам. Берегите себя. Срочно получите привал и отдых. Хорошо. Организм кричит уже на лицо. Обратите внимание. Хорошо покушайте, хотя бы выспаться. Потом работая свободой, путешествия. Согласен. Какой расход топлива, бензина у вас в месяц? Ой, ребят, даже не могу это сказать, ребят. Давайте в следующем стриме, ребят. Хорошо, сейчас просто у меня уже голова не в другом месте. Все, ребят, счастливо. Был рад с вами, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok